Владислав Ходостевич Державин Издательство «Мысль. Москва. 1988 год» Читает Елена Шерстнёва Запись произведена на четырёх дорожках рулона Книга Владислава Ходостевича, крупного поэта и прозаика 20-30-х годов, не издававшегося у нас долгие годы, увлекательнейшая повесть о жизни и деятельности Гавриила Державина. Яркими красками автором нарисована запоминающаяся картина жизни и творчества одного из величайших русских поэтов на фоне своеобразной эпохи второй половины XVIII – начала XIX века. После колоссальной исследовательской работы, совершённой Гротом, в течение пятидесяти лет новых известий о жизни Державина почти не являлось. Точно так же и автор предлагаемого сочинения не ставил себе неисполнимой задачи сообщить какие-либо новые, неопубликованные данные. Нашей целью было лишь по-новому рассказать о Державину и попытаться приблизить к сознанию современного читателя образ великого русского поэта, образ отчасти забытый, отчасти затемнённый, широко распространёнными, но неверными представлениями. Биограф не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество, поскольку оно связано с жизнью, мы во всём, что касается событий и обстановки, остаёмся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников. Мы, однако, не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не в каждой строке. Что касается дословных цитат, то мы приводим их только из воспоминаний самого Державина, из его переписки и из показаний его современников. Такие цитаты заключены в кавычки. Диалог, порою вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесённые в действительности и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками. В пятнадцатом веке при великом князе Василии Васильевиче Тёмном татарин Мурза-Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима по записи бархатной книги российского дворянства произошли Нарбековы, Акимфовы, Кеглевы или Теглевы. Один из Нарбековых получил прозвище Держава. Начал он свою службу в Казани, от него произошёл род Державины. Были у них недурные поместья, отказаний в верстах в тридцати пяти сорока меж Волгой и Камой, на берегах речки Мёши. Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами. Еще в 1722 году при Петре Великом Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был он человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. 36 лет он женился на своей дальней родственнице, бездетной вдове, тёкле Андреевне Гориной, урождённой Козловой. Враг не прибавил ему достатку, тёкла Андреевна была почти так же видна, как он сам, и её деревеньки в таких же лежали клочьях. Впрочем, из-за этих убогих поместий Державин им приходилось вести непрестанные тяжбы с соседями. Времена же были бессудные, дело иной раз доходило до драки. Так некий помещик Чемодуров однажды зазвал Романа Николаевича в гости, напоил крепким мёдом, а потом, не пощадив чьи названия, избил с помощью своих родственников и слуг. Роман Николаевич несколько месяцев прохворал, а после того Державины с Чемодуровыми враждовали из рода в род без малого полтора ста лет. Только в восьмидесятых годах минувшего века их распри кончили. Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от неё, в одной из деревень своих, неизвестно в которой имени. Там и родился у него, в обрез через девять месяцев после свадьбы, первенец. Это событие произошло 3 июля 1743 года, в воскресенье. По празднуемому 13 числа того месяца собору Архангела Гавриила младенец и был наречён. От рождения был он весьма слаб, мал и сух, лечение применялось суровое. По тогдашнему обычаю тех мест запекали ребёнка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небе большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на неё указали, он вымолвил своё первое слово. Бог! Вскоре Державина отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в Ставерстах от Самары. Городишки были убогие, кучи деревянных домишек. Жизнь тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго. Державины были люди небольших познаний. Но Клан Андреевна и вовсе была полуграмотна, кажется, только и умела подписывать своё имя. Ни о каких науках, либо искусствах в доме речи не было. По трудности этого дела детей, может быть, не учили бы ничему, если бы не дворянское звание. В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объём этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было два-три учебных заведения в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим, по дальности расстояния, по недостатку вакансий и прочее. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены или, по-тогдашнему, на смотры. Первый такой смотр полагался в семь лет, второй в двенадцать, третий в шестнадцать. В двадцать лет надобно было начинать службу. Столичные жители при известном достатке могли отдавать детей в пансионы, впрочем, плохие и немногочисленные, либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать к грамоте. Это было еще не столь затруднительно. Нашлись какие-то церковники, то есть дьячки да пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям. Игрушками да конфетами старалась его приохотить к чтению книг духовных. То были салтырь, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и державин благополучно отбыл его. Дальше стало труднее. Познания церковников были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже восемь лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался. Его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжницы. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако, ж особым образом. Он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего полу. В этом не было ничего удивительного. И в те времена, и многое еще спустя, иностранцы-учителя чаще всего вербовались из разного сброду. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и держали. В своем заведении Роза был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями невежда. Детей подвергал мучительным и даже каким-то неблагопристойным карам. Обучил же всего одному предмету — немецкому языку, грамматики которого сам не знал. Учебников не было. Дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вакабулы, написанные самим Розе, впрочем, с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение. Немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии. Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным. Хочешь, не хочешь, надо было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей слубочных картинок, действуя чернилами и охой. Этому занятию предавался денно и нощно, между уроками и домом. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же, случайно, приобрел он и некоторые познания в черчении и в геометрии. От геодезиста, состоявшего при его отце. Тот по службе был занят какими-то неживаниями. Прожив года два в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то две причины. Первая — от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткою и намревался выйти в отставку. Это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что он хотел устроить будущую судьбу старшего сына, заранее по тогдашним законам записав его в сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собой. Но в Москве хлопоты об отставке затянули. Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года он умер. Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже 15 рублей долгу за ним оставшегося уплатить было нечем. Имения по-прежнему не давали доходу. Самоуправцы-соседи то просто захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдовы. У нее не было ни денег, ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила секла Андреевна по судью. Держа сирот за руки, простаивала у дверей с передних часами. Ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой, лить слезы. Гавриил видел все это, и таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце. Меж тем приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Покла Андреевна взяла двух учителей. Сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера полетая. И тот, и другой сами были в науках не очень сведущи, в арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно. И в 1757 году Покла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений. В Москве остановились, чтобы оформить в Герульдии дела с бумагами мальчиков. Но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутиться, да и деньги иссякли, о Петербурге опять нечего было думать. Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник, его помощью получили для недоросли Гавриила Державина новый отпуск до 16 лет и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год. Но не судьба была Державину учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия, как бы колония или выселки молодого московского университета. Державин поступил в гимназию. Обучали в ней многим предметам, языкам, латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии, безалгебры, музыке, танцам и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Плетаева. Учебников не было по-прежнему. Учили вере без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств, музыке без нот и тому подобное. Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник московского университета. Человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный, и умевший пустить пыль в глаза начальства. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, полили из пушек. В аллегорических изображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова, оба тогда еще были живы, взбирались на скалистый парнас, дабы там по указанию картонного Юпитера воспевать императрицу Елизавету Петровну. Иногда лучших учеников, в том числе и Державина, отправляли в странные командировки, то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировывать город Чебоксары. Обо всем этом Веревкин писал велеречивые донесения в Москву главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облегся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял в артиллерийской части. Через три года по поступлению в гимназию неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напутал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в Лейб-гвардии Преображенский полк солдатами. С отпуском всего лишь по 1 января 1762 года, когда из Преображенского полка пришел в Казанскую гимназию паспорт Державина. Этот срок уже миновал. Выхода не было. Державин из гимназиста очутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу, еще сто рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марк. «О, брат! Просрочил!» — с хохотом закричал дежурный по полку майор Текутьев, взглянув на паспорт и громовым голосом приказал отвести Державина на полковой двор. Для начала грозил арест за просрочку и опоздание, но в канцелярии Державин не растерялся и заставил пересмотреть все дело. Он вправе был требовать отчисления в инженерный корпус и отпуска до двадцати лет, но для того нужны были деньги и покровители. Пришлось удовольствоваться тем, что, не подвергнув наказанию, его зачислили рядовым в третью роту. По бедности он не мог снять квартиру, как пристало бы дворянину. Пришлось поселиться в казарме. Его облачили в форму преображенского полка. То был кургузый, темно-зеленый, с золотыми петлицами мундир галштинского образца. Из-под мундира виднелся желтый комзол, штаны тоже желтые, на голове пудренный парик, с толстой косой, загнутой кверху. На душами торчали букли, склеенные густой сальной помадой. Времена для военных были суровые. Император Петр Третий царствовал всего третий месяц, самодурствуя, круто преобразуя армию на галштинско-прусский манер и готовясь к бессмысленному походу в Данию. Унтер-офицер, по-тогдашнему Флигельман, первого дня стал обучать Державина оружейным приемом и фронтовой службе. Мысли Державина были направлены в иную сторону. Солдатчина ему представлялась бедствием и обидою. Но по неизменному усердию своему и упорству, с каким давно привык бороться за все дела, он и в этой учебе захотел догнать ротных товарищей, начавших службу раньше его. Из ста рублей, данных матерью, вздумал он платить Флигельману за добавочные уроды и вскоре так преуспел в экзерцициях, что стали его в числе прочих отрежать на смотры, до которых Петр Третий был великий охотник. Служба была нешуточная и отнимала весь день. Кроме строевых учений и смотров приходилось нести караулы то на полковом дворе, то при дворцовых погребах. Во внутренние дворцовые караулы Державину поначалу попадать не случалось. Солдат то и дело отрежали на работу в радиуборте снега, очистки каналов, доставки провианты из магазинов. Наконец, офицеры гоняли их по своим поручениям. Отпусков не было. С работы, учений он возвращался вечером. Казарма, в которой стоял он, была невелика. Дощатые перегородки делили ее на несколько коморок. Кроме Державина жило здесь еще пятеро солдат. Двое холостых и трое женатых. При женатых были солдатки и дети. У одной из солдаток Державин и Столовалска. Еще в Казани он пристрастился к рисованию пером и к игре на скрипке, которые в гимназии обучал преподаватель по фамилии Арфеев. В казарме и то, и другое пришлось забросить. Рисование по причине темноты, а скрипку, чтобы не докучать сожителям. Зато по ночам, когда все улягутся, он читал книги, какие случалось достать русские и миссии. Его литературные познания до тех пор были скудны. В гимназическую пору прочел он перевод Фенелонова-Телемака, неизвестно чей прозаический. Знаменитая телемахида Тридиаковского вышла позже. Затем политический роман Джона Барклая «Аргенида» и «Приключения маркиза Глаголя» роман Аббата Приво. Из отечественных авторов знал он Одыла Моносова да Сумароковские трагедии. Тогда же еще в Казани он стал сочинять и сам. Теперь, в ночной тишине казармы, порой продолжал он свои упражнения. Бесправил, по слуху писал стихи, подражая сперва все тем же Ломоносову и Сумарокову, потом прочитанным в Петербурге немцам, Галлеру, Гоге-Дурну. Выходило коряво и неуклюжее, ни стих, ни слог не давались, а показать было некому, спросить совета и руководства не у кого. Впрочем, Державин вскоре закаялся следовать высокому ладу славных пиитов. Для торжественных от и важных предметов он не располагал ни ученостью, ни знанием жизни. Олимпийцев он путал, старя видывал разве что на разводах. Он решил впредь не гнаться за пиндаром и петь попросту в таком роде. «Чего же мне желать?» Пишу я и целую Анюту Дорогую. Впрочем, никакой Анюты в действительности не было. Однако солдатки почему-то проведали, что он грамотен, а за солдатками вся компания. Державинской музой, разумеется, не любопытствовали, но стали просить его писать для них письма в деревню. И вскоре, умея потрафить крестьянскому вкусу, он сделался живым казарменным письмовником. Надо еще прибавить, что все из тех же неистекаемых ста рублей материнских. Он порой сужал товарищей рублю подво и стал таким образом любимцем всей роты. Сама его муза не чуждалась казармой. Ради упражнений он прилагал стихами казарменные прибаски с коровного содержания, то насчет разных полков гвардейских, то по случаю любопытных событий полковой и трактирной жизни. Стешки имели успех. Но держался он все-таки себе на уме. В разговоры мешался мало, был занят службою да своими думами. Между тем наступило лето. Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцы Вержавины. Солила она не бедствие, как в народе думали, но все же событие величайшей и важной. В тот самый год, 9 февраля, прибыла в Москву принцесса Софья Фредерико Августа Анхальцерпская. Императрица Елизавета Петровна вызвала ее в Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Федоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елизавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахт-парады, но более всего раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Галштинии, расквартировал их в своей резиденции Араненбаум и оказывал Галштинцам явное предпочтение перед русской армией. Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем многое. Его положение в гвардии было унизительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым, его уже начали обходить чинами. Некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже его, были уже капралами, а он по-прежнему оставался рядовым. Причина была все та же — бедный. Наконец дошло до того, что он встретил некоего пастора, Гельтергофа, которого знал показания, и с его помощью вознамерился перейти в Галштинские войска. Это дело для него облегчалось знанием немецкого языка. В любезных императору Галштинских войсках Гельтергоф обещал державину офицерской чины. Тем временем подошел июнь месяц. Очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонников при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина. 27 июня утром С Державиным приключилось несчастье. Покуда он был в строю, украли у него все деньги, те самые заветные сто рублей, или что от них оставалось, которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычей скрылся, а Державин весь день ходил сам и свой. Между тем кто-то из солдат по пьяному делу вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города, тут подразумевался ожидаемый поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку-государиню, которой мы рады служить. Державин на эти речи не обратил внимания. Пропажа денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтобы вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец, к вечеру вор был пойман, деньги нашлись при нем почти полностью, Державин утешился и только тогда начал замечать, что в полку творится неладное. В полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитан пасек арестован и посажен под караул. Катармы сполошились, солдаты, вооружась, выбежали на ротный плац, однако, несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло. На самом деле события только начинались. Пасек был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр Третий в Араньенбауме. Арест пасека заставил заговорщиков торопиться. В пять часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в Одноколку и привез в Петербург прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось. В восьмом часу утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею, и с казармом Измайловского полка доносился барабанный бой, поднялась тревога, город уже сполошился. Державин видел, как роты Преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к зимнему дворцу. Офицеры бездействовали, только на Литейной улице майор Воейков верхом на коне пытался остановить свою гренадерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранием стал рубить гренадер по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренадеры за ним, они загнали его вместе с конем в фонтанку, а сами кинулись дальше. Постепенно весь полк стянулся к зимнему дворцу. Потом Преображенцев разместили внутри здания. Дворцовые революции 18-го столетия давно втянули гвардию в политику. Солдаты уже привыкли штыками решать династические вопросы и в этом смысле знали себе цену. Должно быть, среди Преображенцев один державин не разделял общего одушевления. Новичок в жизни и не смышленый же в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежды. Если Петр Третий будет не изложен, не станет галштинских войск, а державин не будет в них офицером. Он не кинулся с прочими, а не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл измайловский полк и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали гвардейцев по берегу Мойки, армейцев вдоль по Морской и прочим улицам до самой Коломны. Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясной. Наконец появились всадники. Впереди на белом коне бриллианти, сидя верхом по-мужски в сапогах со шпорами в преображенском мундире медленно ехала Екатерина. Опускаясь в вечернее летнее солнце, солнце Петербурга, светила ей прямо в лицо, ясная, влагосклонная, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу, полки кричали «Ура!», барабаны били. Такую впервые увидел ее державец. Она проехала, командовали церемониальный марш, выстроились повзводно, и войска за ней взяли. Так маршировали до полуночи, когда вместе с Екатериной остановились на отдых у красного кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подсадить к Петергофу. Голшкинские войска, стянутые туда Петром Третьим, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В одиннадцать часов прибыла Екатерина, вновь встреченная криками «Ура!» и пушечной пальбой. В Петергофе полки были расположены по саду. Тут же и отобедали, были даны солдатам быки и хлеб, сварили кашу. Войска отдыхали. Часу в пятом увидел державин большую четырехместную карету, запряженную в шесть лошадей, с опущенными гординами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры, конный конвой ехал за каретой. Это везли в Ропшу, только что отрекшегося императора. К седьмом часу двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в два часа. Это был Петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки державин едва доплелся до казармы. Теперь на свободе он мог призадуматься над превратностью фортуны. Как-никак, он сам только что принял участие в свержении Петра Третьего, и тем самым в разрушении своей мечты сделаться галштинским офицером. С другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделать, иначе его положение было бы теперь не из легких. Времени для таких размышлений у него оказалось довольны. Строевые учения были отменены, кругом шло ликование, кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены. Пошел пир на весь мир, солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в катки и бочонки, что у кого случилось. Так продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На второй день гульбы к полуночи Измайловский полк, возвесший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуян пьянством, гордостью и мечтательным превозношением. Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтобы она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие к государине, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казармы. Ей вообще нелегко было унять разгулявших со своих сторонников. Под креплением приказом на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец Алексей Орлов отправился в Ропшу, и 6 июля отрекшийся император скончался обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим. Это известие отрезвило всех, тишина водворилась сама собою. За три дня до того муж Катеру Державину исполнилось 19 лет. Минуя восьмилетнего своего сына, императрица торопилась закрепить престол за собой. На другой же день после убийства Петра Третьего, когда тело его еще не было погребено, в манифесте было объявлено о бытии, коронации, сентябре. Затем началось переселение лиц с учреждений гвардии из Петербурга в Москву. В августе месяце Державину был дан отпуск тем, чтобы явиться в полку в Москве в первых числах сентября. Он отправился в путь своим коштом, снабдясь кибичонкой и купя одну лужу. В Москве слонялся без дела, вызывая насмешки своим галштинским нарядом. Такой же солдат из дворян Петр Шишкин дорогой перебрал у него почти все деньги взаймы, без отдать. Так что пришлось бы и голодать, если бы не поселился он у двоюродной тетушки теклой Савишны-блудовой. Жила тетушка на Арбате в собственном доме и была женщина по природе умная, но крайне непросвещенная. Зато отличалась прочностью воззрений, благочестием и властным характером. Наконец Екатерина с двором приблизилась к Москве и остановилась не вдалеке от нее, в селе Петровском, имении графа Разумовского. С этого дня начались коронационные торжества, а для Державина новые тяготы. Тетушку пришлось покинуть и вернуться к житью солдатскому. Только и утешение было, что выдали новые мундиры, уж не такие смешные, каковы были прежними. Пирами, праздникствами, потешными огнями чествовал счастливый Кирилл Григорьевич Разумовский высоких гостей в великолепном дворце, в обширных садах, на славных прудах своего поместья. Муж-катер Державин вести к событию стоял на часах. Тринадцатого сентября при звоне колоколов, при громе пушек, при кликах народа, перед пышного шествия вступила Екатерина в первопрестольную столицу. Державин терялся в нескончаемых рядах парадом построенных войск. Двадцать второго числа Екатерина короновалась в Успенском соборе по обрядам благочестивых царей императоров Российских. Она торжествовала, ее приближенные ликовали, на них сыпались ордена, чины, дома, земли. Муж-катер Державин также стоял на часах. Потом на Красной площади гуляли народные толпы. Для них были выставлены жареные быки, начиненные живностью. Из рейнского вина пущены были фонтаны. Вечером город переливался иллюминацией, чадили плошки. По зданиям, по кремлевским стенам рели черные тени флагов, гремела музыка. Державин стоял на часах. Тхлынула первая волна празднеств, но Москва все еще была полна шумом событий, балов, разговоров. Из внутренних покоев кремлевского дворца Екатерина хаживала в присутствии сената, давать широкие предначертания, воскрешать память Петра Великого, закладывать первые основы великолепного царствования, привлекать сердца, восхищать умом, чаровать улыбками. А державин все был мушкоттером, и все стоял на часах. Раза два, впрочем, проходя мимо караула, его пожаловали к руке. На зиму из неблагоустроенного кремлевского дворца императрица приехала в Головинский, в немецкую Слободу. Державин встаивал на часах и тут. Однажды ночью позади дворца в поле он чуть было не замерз в своей будке, подоспевшая смена его спасла. На Масленице опять пировала Москва народная. Были блины, гуляния, горы. По улицам разъезжал театр. Под управлением славного актера Федора Григорьевича Волкова представляемы были разные комедии, пелись песни, осмеивались пороки и порочные люди, картежники, пьяницы, доимцы-подячие, судьи-взятошники. Державин не веселился, жилось ему трудно. Опять стоял он с даточными солдатами на Тверской в доме Киселевых во Флигеле. Кроме караулов отправлял и другие низкие должности, особенно часто случалось ему разносить по офицерским квартирам полковые приказы вечеру отданные. На ту беду офицеры проселились по всей Москве, кто жил на Никитской, кто на Тверской, на Арбате, на Пресне, за Москвой рекой, на Ордынке. Чтобы раздать все пакеты к утру, приходилось отправляться в путь самой полуночи. Зима же была многоснежная, южная, улицы темные и непролазные, глубокой ночью на глухой Пресне, как-то раз чуть было вовсе не утонул он в снегу, а тут напали собаки, и он на силу отбился от них, рубя тесаком. В другой раз поздним вечером принес он пакет прапорщику третьей роты князю Козловскому, небезызвестному их отворцу. У Козловского были гости и неспросса. Василий Иванович Майков, будущий творец Елисея, изволил читать учиненный им перевод Вольтеровой Миропы. При появлении Вестового чтение прервалось, затем снова возобновилось. Вручив пакет, Державин не спешил выйти. Там и дверей и заслушался. Тогда, обернувшись к нему, хозяин дома сказал спокойно, «Пойди, братец служивый с Богом, чего тебе попу судевать, ведь ты ничего не смыслишь». Наконец откуда-то он проведал, что Шувал собирается за границ. Сочинил к вельможи письмо, напомнил об успехах своих в Казанской гимназии и просил взять чужие края, дабы чему-нибудь там научиться. Письмом появился в передней Шувалова среди бедняков и челобитчиков. Шувалов, проходя мимо, принял письмо, остановился, прочел и велел побывать еще раз. Обрадованный Державин поспешил к тетушке Блудовой поделиться надеждами. Но Фекле Савишне оказалось известно, что Шувалов масон. Она же твердо знала, что масоны вероотступники, юридики, богохульники, преданные антихристу, и что за несколько тысяч верст заочно неприятелей своих умерщвляет. Следственно, учинила она неопытному племяннику за знакомство такой ужаснейшей нагоняй. И накрепко запретила ходить к Шувалову, грозя в случае ослушания обо всем отписать казань матери. Для Державина это было жестоким поражением. На воспитанной страхе божием и родительском не дерзнула на суши песен, и у Шувалова более не бывал. Зима кончилась, прошла и весна, только в июне, в годовщину Петерговского похода, счастье впервые улыбнулось Державину слабой улыбкой. Много раз обойденный при производствах подал он челобитную самому Алексею Орлову и произведен был с капралом. От капральства до офицерства было еще весьма далеко, но он и тем был доволен. Захотелось показаться матери в новом чине, и он отпросился в годовой отпуск в Казань. Нашлись и попутчики, твоего же полка, такой же капрал, Арестов и некая прекрасная молодая благородная девица, возвращавшаяся в Казань к родным. Впрочем, девица была снисходительных нравов и состояла любовницей того самого Веревкина, который некогда был директором Казанской гимназии, а теперь сделался товарищем губернатором. Арестов за нею ухаживал, державил, пленился красавицу чрезвычайно, дорогую курам сшил, подлипал и махался как только мог, будучи непрестанную месть и обходясь попросту, имел удачу живостью своей и разговорами ей понравиться так, что товарищ сколь не завидовал и из ревности сколь не делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. После соединения пламени как-то так вышло, что державин взял на себя путевые издержки благородной девицы. Их было принято с благосклонностью, но оказалось не под силу тощему кошельку его. На реке Клязьми паромщики и извозчики отказались ехать по цене предложенной державиным. Оставив путников на пароме они разбежались, а красавица прождав полчаса стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал обнажать исак бросился искать перевозчика. Все упрямились и куражились. Вскоре дело дошло до нового только что купленного в Москве ружья. К счастью, оно не выстрелило. Державин вновь взялся за тесак и стал носиться с ним по деревне. Все это могло кончиться кровопролитием, но державина кое-как уняли. Добравшись наконец до Казани, хотел он и там с красавицей своей чаще видеть. Но будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного входа к ней в покое. К тому же мать поспешила отправить его в город Шацк, то ли по наследственным делам, то ли чтобы убрать его от греха подальше. Из Шацка проехал он прямо в Оренбургскую деревню, где и мать находилась к тому времени. Словом, больше ушел, никогда не видал всего своего предмета. Так кончились его первые любовные шашни, и так в бою с паромщиками он проявил впервые свой буйный норал. Через год в Петербурге возобновилась прежняя жизнь. Все та же солдатня, служба, чтение и кропание стихов украдкую от товарищей. Державин прочитал Клопштока, Клейста старшего, пробовал переводить стихами Телемака, Клопштокову Мессиаду. Сам довольно много писал в различных родах, сочинял мадригалы, идиллии, сатиры, эпиграммы, басни, которых подражал Лафантену через немца Геллерса. Отдал он также дань и распространенному тогда виду поэзии конфетным билетцам, что были двустишья, предназначенные для бумажек, в которые завертывались конфеты. Державин, впрочем, писал их не ради прибыли, но для упражнения. Старался он усвоить и правила ремесла стихотворного, тщательно изучал теоретические сочинения Тридьяковского, Ломоносова, Сумарокова. По сочинениям обидчика своего, князя Козловского, наконец, научился он правильно ставить цезуру в Александрийском стихе. Этим размером написал он тогда же станцы к Наташе, прекрасной солдатской дочери, соседстве в казармах жившись. За ним знакомство литературное. Бывал иногда на пирушках у земляка своего купеческого сына Асокина, любителя поэзии, издавшего, впрочем, одну только книгу «Примечание для приведения в лучшую доброту разных российских шерстей». У Асокина он встретился с Тредиаковским. Тредиаковскому было уже за шестьдесят, жизнь его клонилась к концу, влиятельной литературной силой он уже не был, но он мог быть прекрасным учителем для Державина, тем более, что тотчас угадал его дарование. Развить это знакомство Державин, однако же, не сумел или не посмел. При всей своей живости был он солдатчиной по-прежнему как бы придавлен. Все это время и жил и работал, словно бы съежившись, подобравшись. Его успехи в поэзии были невелики. Но та же корявость и неумелость, скучные песни, тяжеловесные дилии, беззубые эпиграммы, только скоромные стежки по-прежнему вызывали веселость товарищей, но одна пьеска обошлась ему дорого. В ней шла речь о некоем капрале, жену которого любил полковой секретарь. Стежки пошли гулять по казарме, перекинулись к офицерам и попали в руки самому секретарю. После того полковой секретарь целых два с половиной года вычеркивал Державина из списка представляемых к повышению. И два с половиной года Державин ходил в капралах. Одно было облегчение, жил он теперь с дворями. Те были почище и не столь грубо в обращении, зато предавались всяческим шалостям, и Державин, глядя на них, стал понемногу в нравах своих развращаться. Наконец враг его полковой секретарь был сменен другим неким Никлюдовым и в сентябре 1766 года Державин произведен в фурьеры, а вслед затем в каптернамусы. В начале 1767 года императрица предприняла вторую поездку в Москву для открытия комиссии по составлению нового уложения. Державин под началом двух офицеров братьев Лутовиновых командирован был на имскую подставу надзирать за приготовлением лошадей к проезду двора. Один Лутовинов был послан в Ежелбице, другой в Зимогорье, то были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, которым Радищев писал «Кто не бывал в Валдаях?» «Кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяниных девок?» «Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать путешественники любострасти, воспользоваться его щедростью за счет своего целомудрия». «Разумеется, Лутовины вы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они либо играли в карты с проезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пускали». Державин волей или неволей делил забавы начальства, «Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекли, он к ним пристрастился. Так жил он четыре месяца. Наконец, в конце марта двор проехал, старший Лутовинов попал под суд за растраты и буйства, а Державин благополучно добрался до Москвы. С началом теплой погоды императрица отправилась в путешествие по Волге, а гвардии было приказано возвратиться в Петербург. Державин этим воспользовался и вновь отпросился в отпуск в Казань к матери и брату, которых не видел больше двух лет. Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державин увидеть историческое шествие императрицы по Волге. Неизвестно и то, кто кого обогнал на этом пути, Державин императрицу или императрице Державина, во всяком случае ему довелось быть свидетелем ее пребывания в Казани. Словно сама судьба так устраивала, что он в нос уже в который раз оказался незаметным спутником Екатерины. В те поры он нарушил обет, некогда данный самому себе не гоняться за пиндаром и не пить царей, еще в Валдае живя с Лутовиновыми, он отважился написать ембические экзаметры на переезд царицы через речку Махось, протекавшую в всех местах. Теперь же в Казани дал себе волю и вели стихи нашествия императрицы в Казань, на маскарад бывшей перед императрицей в Казани и, наконец, первая ода Екатерини Второй. Но царица проехала, политический пыл Державина ослабел, потому, может быть, и стихи опять вышли не так хороши, как хотелось бы, и он вновь погрузился в дела житейские. Мать по-прежнему билась, как рыба об лед, хозяйствуя в деревеньках, тягаясь с соседями, непрестанно что-то закладывая, покупая и продавая. Брат окончил гимназию и уже давно пора было ему вступать в службу. Прожив лето и осень с родными в Оренбургской губернии, Державин собрался в Петербург, отпуск его кончался. Наконец он тронулся в путь, приняв на себя два поручения. Во-первых, довезти брата до Петербурга и там определить его в полк. Во-вторых, будучи проездом в Москве, купите у неких господ Топтыковых небольшую душ-тридцать деревушку, лежавшую на реке Вятки. На это мать дала ему денег. В Москве случилось дело слишком обыкновенное. И совершение кубки крепости с господами Топтыковыми замедлилось. Тогда Державин отправил брата в Петербург к полковому секретарю Неклюдову с просьбой зачислить молодого человека в тот же преображенский полк, что и было исполнено. Себе же Державин просил двухмесячные отсрочки для устройства дел. Эта просьба тоже была уважена, и Державин даже был около того времени произведен сержанты. Он остался в Москве, намереваясь завершить покупку имения, но внезапно дела приняли оборот совершенно невероят. Поселился Державин по родственному у двоюродного своего брата майора Ивана Яковлевича Блудова, сына той самой тетушки Феклы Савишны, о которой было говорено. Вместе с Блудовым жил его дальний родственник и закадычный друг, отставной подпоручик Максимов, человек забубенный из жизни, друг-приятель не одному Блудову, но и всей Москве, особенно разным сенатским чиновникам. Можно было через него обделывать всевозможные дела, чистые и сомнительные, сомнительные в особенности. Блудов находился под его влиянием. Дом с утра до вечера полон был всякого люда. Картеж и попойки не прекращались. Карты занимали Державина сильно еще со времени пребывания в Валдае. Теперь в обществе Блудова и Максимова он стал иногда поигрывать. Сперва играл робко и понемногу, но потом, разумеется, втянулся. Новичкам обычно везет, но с Державиным случилось иначе. С каждой игрой дела его становились труднее, но был он упрям, горяч и не знал поговорки «играй, да не отыгрывайся». Лишившись собственных денег, он не бросил игры, опустил в ход материнские, данные на покупку имения, и в недолгое время проиграл их все до последней копейки. Двоюрный братец Блудов из этой беды как будто бы его выручил, но на самом деле забрал сущую кабалу, а именно он дал Державину денег на покупку имения, но в обеспечении долга взял с него закладную, да не только на эту деревню, а еще и на другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать подобную сделку Державин не имел никакого права, следственно, ему теперь уже до зарезу надо было разжиться деньгами, чтобы закладную Блудова выкупить. Для этого был единственный способ опять-таки отыграться, и вот располагаясь всего лишь грошами, он стал с отчаяния день и ночь ездить по трактирам искать игры. Вскоре он сделался завсегдатаем таких мест и другом тамошних завсегдатов, иначе сказать «познакомился с игроками» или лучше с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками. У них научился заговором, как новичков заводить в игру, подбором карт, подделкам и всяким и грецким мошенничеством. Надо сказать правду, и в этом обществе сохранил он известное благородство души, впрочем, весьма нередко свойственное и заправским шулерам. Конечно, он не гнушался обыгрывать на хитрости, иначе бы и не вступал в такую компанию, но, помни, должно быть собственную свою историю новичкам и неопытным людям, иногда покровительствовал. Так однажды он спас от мошенников заезжего недоросля из Пензы, слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу. В отмеску за это составлен был целый заговор, чтобы державина поколотить, а может быть и убить вовсе. Но по странному совпадению тут его спас другой, тоже им облагодетельствованный человек, офицер Гасвицкой, которому как раз незадолго до того в каком-то трактире державин успел шепнуть, что его обыгрывают на бильярде при помощи поддельных шаров. Однако шулерство не принесло ему пользы. То ли он горячился и сам проигрывал еще более ловким игрокам, то ли существовали другие неизвестные нам причины только сколотить нужную сумму и расплатиться с Глудовым державин не мог. Хуже того, иногда проигрывался до нитки и принужден был бросать игру, пока не ржевался какими-нибудь деньжонками. Случалось не за что было не только играть, но и жить. Тогда, запершись дома, он ел хлеб с водою и марал в стихи. Иногда на него находил отчаяние. Тогда затворял он ставни и сидел в темной комнате при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели. Так проводить несчастливые дни осталась его привычка и на всю жизнь. Прошло уже более полугода, с тех пор, как отсрочка ему данная кончилась. До полка дошли слухи, что державин в Москве замотался, а сам он не только не помышлял о возвращении в Петербург, но и не представлял никаких объяснений. Ему грозил суд и разжалование в армейские солдаты. Пас тот же благодетельник Людов, который, не спросясь державина, приписал его к московской команде. Пребывание в Москве было таким образом узаконено, и державин одно время даже служил секретарем или по-тогдашнему сочинителем в депутатской законодательной комиссии. Потом мать вызвала его в Казань, он ездил к ней и каялся, а вернувшись снова взялся за прежним. Шалая жизнь постепенно его засасывала. Самое в ней опасное было то, что державин как-то нечаянно сблизился с Максимовым, которого проделки были отнюдь не невинного свойства. Впрочем, первая из историй, в которую попал державин, была скорее забавной и ничем особенным не грозила. Произошла она из-за дьяконовой дочери. Максимов и Блудов умели обращаться с прекрасным полом, дьяконовая дочь по соседству к ним хаживала. Однажды вечером дьякон с женою уговорили Будушников ее подстеречь. Блудовские люди однако приметили, что Будушники хоронятся за углами и спросили, чего им тут надобно. Разговор быстро перешел в брань, а брань в драку Будушников поколотили, пользуясь численным превосходством, но Будушники не сдались. Отступив с поля битвы, залегли они в крапиве возле церковной ограды, где девица должна была проходить, и поймали ее. Дьякон с дьяконицей, подхватив дочь, мучили плетью и по научению полицейских велели ей сказать, что была у сержанта Державина. На другой день, когда Державин, возвращаясь из водчиной коллегии, в Блудовской карете подъезжал к воротам, Будушники с трещотками окружили карету, схватили лошадей под усы и, не объявя ничего, повезли через всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Студии начали спрашивать и домогаться, чтобы он признался в зазорном с девкой обхождении, и на ней женился. Но как никаких доказательств ни письменных, ни свидетельских не могли представить на взводимые на него преступления, то, проволочив, однако, с неделю, должны были со судом выпустить. Эта история кончилась смехом. Другая была не столь невинна, и хоть Державин не принимал в ней прямого участия, о ней все же следует рассказать, потому что она послужила как бы прологом к событиям более поздним. Кроме того, она сама по себе живописна и любопытна. Еще в кратковременное царствование Петра Третьего, некий Серебряков, экономический крестьянин Пензенской губернии Молоковской Волости, в прошлом монастырский слуга, представил правительству проект о расселении выходящих из Польши раскольников на постопорожных землях, лежащих по реке Иргизу притоку Волги. Уже при Екатерине проект удостоился одобрения и раскольники были поручены видению того же Серебрякова. В первое время все шло хорошо, но затем Серебряков стал к выходцам из Польши подмешивать просто беглых крестьян, которых за известную плату укрывал от господ, наделяя землей и снабжая документами. За это в конце концов он угодил в сыскной приказ, где и содержался под караулом до окончания о нем следствия. В тюрьме он сошелся с человеком, которого биография была в своем роде блистательной. Это был запорожский атаман Черняй. Незадолго до того запорожские казаки под предводительством Черняя и еще другого атамана Максима Железняка, бывшего послушника, весьма отличившегося в так называемой Уманьской резне 1768 года, разграбили польскую Украину и разорили за Днепром турецкую слободу Балты. Разорение Балты и послужило поводом к первой при Екатерине турецкой войне. Русским войскам велено было тех запорожцев с их атаманами переловить, что и было исполнено. Румянцев, командовавший войсками, отправил Железняка и Черняя через Москву в Сибирь. Но в Москве Черняй заболел или притворился больным. Поэтому впредь до выздоровления он был посажен в тот же сыскной приказ, где и познакомился с Серебряковым. В тюремные дни коротали они в беседах, и Черней поведал Серебрякову о несметных богатствах, награбленных его шайкою и зарытых на Украине. Речь шла о целых ямах, наполненных серебром, и о пушках, набитых жемчугом и червонцами. Черняя, может быть, и привирал. Выпрашиваясь иногда из-под караула, Серебряков посещал Максимова, который был его земляком. Мысль о Черняевом кладе не давала Серебрякову покоя, и он заразил ею Максимова. Стали они совещаться, как бы Черняя с Серебряковым выручить из тюрьмы, чтобы отправиться добывать богатство. Серебряковым дело улазили быстро. Максимов просто взял его на порог. Но как высвободить Черняев? Тут были привлечены юристы сенатских чиновников, даже довольно видных, и способ найден. По тогдашним законам, если у колодников оказывались долги, то по требованию взаимодавцев разрешалось их посылать в магистрат для уплаты долгов. Из магистрата их под конвоем отпускали по разным надобностям в баню, в церковь и к родственникам. Поэтому начерняя составили подложный вексель, произвели взыскание и затребовали ответчиков магистра. Оттуда под наблюдением одного гарнизонного солдата Черней был отпущен в баню, а по дороге отбит какими-то незнаемыми людьми. С той поры он исчез, разумеется, от всех, кроме Серебрякова с Максимовым, которые не теряли его из виду. Дорога к кладу была таким образом открыта, но Серебряков и Максимов не торопились по ней отправиться. Державин отчасти был посвящен в их затее, но к самому предприятию привлечен не был. Серебряков с Максимовым хотели обогатиться одни. Но встретиться с ними Державиной еще предстояло впоследствии. Побег Черняя сошел Максимову с рук легко. За Черняя он не учался, зато вскоре всплыла наружу проделка, в которой к тому же весьма замешан был и Державин. В конце 1769 года мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Максимова и Державина вместе. По словам жалобщицы Максимов с Державиным, обыграли ее сына в банк Фаро и выманили с него вексель в 300 рублей, а также 500-рублевую купчую наименее отца его. Максимова, Державина, двоих свидетелей и обыгранного прапорщика вызывали для допроса. Дмитриев подтвердил заявление матери, а Державин и Максимов уперлись. От всякой игры Дмитриевым они отыклись, а происхождение векселя и купчей объясняли иными, вполне законными причинами. Делуя этому дан был ход, оно поступило в юстиц коллегию и неизвестно, чем могло кончить. Забегая вперед, мы скажем, что оно тянулось долго, запуталось, не благодаря ли связям Максимова, и, наконец, уже в 1782 году было прекращено за нерозыском жалобщиков. Но тогда, в конце 1769 и в начале 1770 оно должно было тревожить Державина в высшей степени. Оно грозило самыми страшными последствиями, но именно потому как-то внезапно и сразу его отрезвило. Два с лишним года, прожитые в таком обществе, и среди таких приключений показались Державину ужасы. Друзей не было, душевное свое состояние он излил в стихах, написанных, надо думать, крестдвинутых ставлю. То были первые стихи Державина, в которых ни предмет, ни чувство не были позаимствованы. Можно сказать, он взвыл, стихи назывались «Раскайни». «Ужель свирепства все ты рог на мя пустил? Ужель ты злобу всю с несчастным совершил? Пристанешь ли меня теперь уж ты терзатель? Чем грудь мою тебе осталась поражатель? Лишил уж ты меня именья моего, лишил уж ты меня и счастья всего, лишил, я говорю, и что всего дороже, какая может быть всей злоба злоба строже, невинность разрушил? Я в роскошах забав испортил уже мой и непорочный нрав, испортил и развратил, в тьму скарец погрузился, повес, мод, буян, картежник очутился, и вместо чтоб талант мой в пользу обратил, порочной жизнью его и погубил. Презрен теперь от всех и всеми презираем, от всех честных людей, от всех уничижаем. О, град ты роскошей, распутства и вреда, ты людям молодым и горе, и беда. О, лабиринт страстей никак неизбежимых, борющих разумом, но непреодолимых, доколе я в тебе свой буду век влачить, доколе мне, Москва, в тебе распутно жить, покинуть я тебя стократно намеряюсь, и, будучи готов, стократно возвращаюсь. Против желания живу, живя в тебе, кляну тебя и в том противлюсь сам тебе. Наконец, уже в марте 1770 года, самые те дни, когда в Москве начиналась чума, Державин решился. Он занял 50 рублей у приятеля своей матери, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Впрочем, не совсем без оглядок. Московские страсти еще в нем жили. Раскаяние говорило душе одно, без другое. Началось с того, что, отъехав всего полтора ста верст, Державин встретил в Твери одного из московских приятелей и с ним прокутил все деньги. Что было делать? У такого же проезжего, у садовника, везшего ко двору виноградные лозы из Астрахова. Он занял еще 50 рублей, кое-как отделался от приятеля и поехал дальше. Но благоразумия хватило у него только до Новгорода. В те времена, когда на станциях приходилось подолгу ждать лошадей, а иногда ночевать, станционные трактиры были рассадниками игры и мошенничества. Темные люди подстерегали в них проезжающих. В таком трактире три года спустя ротмистр Зурин обыграл Петрушу Гринева, ехавшего в Оренбург. Еще гораздо позже в таком же трактире в Пензе пехотный капитан, умевший удивительно срезать штоссы, сильно поддел калерского регистратора Слистакова. Словом, в Новгороде Державин не выдержал, еще раз попытал счастье и остался у него всего-навсего один рубль крестовик, некогда данный на счастье матери. Не тронув этого рубля, он сберег его во всю жизнь. Державин кое-как тронулся дальше. Но уже неподалеку от Петербурга в Тосне ждала его новая напасть, которой на этот раз он был неповинен. В предотвращении занесения чумы столицу здесь была устроена карантинная застава, на которой полагалось прожить две недели. На это у Державина не было денег. Стал он упрашивать карантинного начальника, чтобы тот пропустил его ранее, ссылался на бедность, на неимение лишнего платья, которое нужно окуривать и проветривать. Карантинный страж был готов согласиться с его довдами, но препятствием оказался сундук, наполненный бумагами и содержавший все, что за предыдущую жизнь с самого детства сочинил Державин в стихах и в прозе. Не оставалось нового выхода, как избавиться от сундука и в присутствии караульного Державин его сжег вместе со всеми бумагами. Пробув почти три с половиной года в отсутствии, он теперь въезжал в Петербург на леске, без денег, без имущества, даже без стихов. Но стихи он тотчас же начал восстанавливать по памяти. Покуда старший Державин королесил в Москве, младший скромно служил в том запреображенском полку в бомбардирской роте, чьими доставались Андрею Державину так же трудно, как и Гавриилу, та же была и причина бедны. За два с половиной года дослужился он всего только до капральского чина. Здоровья он был вообще не крепкого, а тут еще произошло с ним несчастье. Однажды на ученье, поворачивая пушку, он сильно вспотел, простудился и, придя домой, слег. Начался жар, озноб, чем он заболел неизвестно, тогда все называли лихорадкой. Он обратился к знаменитому шарлатану Ерофеевичу, тому самому, что на долгие времена передал свое имя в целебные настойки, известные в России по сию пору. От Ерофеевича влечения он стал кашлять кровью, и Гавриил Романович, приехав в Петербург, застал брата уже чахотки. Самое лучшее было выхлопотать ему отпуск и отправить домой к матери. Так и сделано. Андрей уехал в Казань и там умер осенью того же года. Проводив брата, Державин стал осматривать. Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. петербургская это было как раз то, что нужно. После московских беспутств Державин искал покоя, тягивался в полковые дела, службу. Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина 800 рублей. В будущем, однако, не предвиделось никаких доходов. Не только что отдавать долги, не на что было жить. Тогда он решился еще раз прибегнуть к помощи карт. Но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт в Москве добытых. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестным, что обеспечило его от опасных столкновений с правосудием, а главное дало спокойную совесть, в которую он так нуждался, и душевное равновесие, этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того, что не менее важно, он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, за раз требует и вдохновения, и умения, и смелости, и меры. Улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах. Подозрительных людей он научился избегать, вел дружбу с несколькими офицерами, не принадлежавшими в числу шелунов гвардейских, с Петром Васильевичем Неклюдовым, давним своим покровителем, с капитаном десятой роты Толстым, у которого служил под началом, с Александром Яковлевичем Протасовым, который порою не прочь был сразиться в банк. Люди были не бог весть какого развития, но почтенные. Как бывало и прежде, еще в солдатской казарме, Державин больше всего им нравился за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедрот. Случалось, обрабатывал он и приказные, и полковые письма, и доклады иногда к престолу, и любовные письма для Неклюдова, когда он влюблен был в девицу Ивашову, на которой после и женил. В 1771 году его перевели в шестнадцатую роту Фельдфебеля. Теперь он опять служил не только исправно, но истово, а летом в лагере под красным кабачком даже отличился. Полку его уважали и любили по-прежнему. Надо было ждать производства в первой офицерской чин, но тут вновь оказалось препятствие. У полкового адъютанта Желтухина был брат, сержант того же полка. Этого брата Желтухин хотел провести в офицера вместо Державина, которому стал всячески придират. Кончилось тем, что по наговорам адъютанта полковое начальство решило отделаться от Державина таким образом, не производить его за бедностью в офицеры преображенского полка, а выпустить офицером в армию. Державину помогло только хорошее отношение однополчан. Аттестация в конце концов зависела от собрания офицеров. И это собрание решительно заявило, что помимо Державина оно никого другого, иными словами Желтухина младшего, аттестовать не может. Благодаря этому 1 января 1772 года Державин наконец произведен в гвардейские прапорщики. Ему шел уже 29 год. Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба в гвардии обходилась недешево. Предпочитались блеск и богатство и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе. Державин стал изворачивать. Счет жалования получил из полка на обмундировку сукна, позументу и прочих вещей. Продав свой сержантский мундир, приобрел английские сапоги, наконец занял небольшую сумму на задаток и купил таки ветхую каретишку в док у господ Окуневых. Без каретишки невозможно было носить звание гвардии офицера пристойно сию. Исполнилась и еще одна давнишняя мечта о Державине. Из казарм он перебрался на частную квартиру. По ничтожным достаткам его пришлось бы ждать этого еще долго, но тут помогло одно обстоятельство, которое следует изъяснить с осторожностью. Около того времени вступил новоиспеченный офицер в любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, некоей госпожой удаловой. Замужней или вдовой неизвестно, вероятно вдовой. Вот у нее-то налетение в доме господина удалова Державин и поселился в маленьких деревянных покойчиках, хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества. Это положение Державина в доме госпожи удаловой ни с какой стороны не должно казаться предосудительным. Необходимо только принять во внимание, что дело происходило в восемнадцатом столетии, когда на все формы фаворитизма вполне принято было смотреть без всякого предубеждения. Кроме того, Державин был очень привязан к госпоже удаловой, которая со своей стороны не отпускала его от себя уклоняться в дурное знакомство. Такой мирной, благообразной, непритязательной, почти, можно сказать, семейной жизни исправил он по малу свое поведение, обращаясь между тем, где случай дозволял, честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопрестойно. Ближайшим его приятелем был в ту пору поручик Маслов. Человек неплохой, не без познаний в словесности, особенно французской, но при всем том ветреник, мод, щеголь и сердцеед. Он также имел интригу с одной довольно чиновной дамой. Жизнь, в общем, налаживалась приятная и безбурная. Но Державину были суждены бурьи. К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев, уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III, сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргизов, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессендармштадской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра Третьего. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества как призрак убитого императора и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и прочими захватывал одну за другой крепости, расположенные по течению Яйка. И Лецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная, Татищево, Чернореченская, Самарский городок, Причистинская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Аренбургу и 5 октября начал его осаду. Обстановка в Мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало. И не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Класс приказных у чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. Тоже можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из их последних были в шайках Пугачева. Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудаче. Решено было послать подкрепление и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы Павла Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею были подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующих. За всеми слухами о событиях Державин следил внимательно. Жить с госпожой Удаловой было неплохо, но он давно и слишком хорошо знал, что в гвардейской службе ему не выдвинутся, а время идет. Он в свое время мечтал отличиться в усмирении польских конфедератов, или в турецкой войне. Но гвардия оставалась в Петербурге, а записаться добровольцем в армию было ему непосредством, это обошлось бы еще дороже, чем гвардейская служба в обстановке мирного времени. Державин повергался иногда в меланхолию. Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также ведение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, он стал проситься в комиссии, заявив, что он сам уроженец в Казани, а также бывал в Оренбурге, хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться, но уйти начало упустить случай безвозвратных. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему, а вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через три дня быть готовым к отъезду. Госпожа Удалова была, вероятно, огорчена предстоящей разлукой с возлюбленными. Но Державину было не до элегии. Он чувствовал, что будущее зависит теперь от него самого, ему не терпелось. Он готов был начать свои действия тотчас же, тут же, еще в Петербурге за полторы тысячи верст от мятежников. Так и вышло. У госпожи Удаловой была деревня, расположенная при Ладырском канале. В тех же местах стоял на зимних квартирах Владимирский гренадерский полк. Владимирцев вызвали из армии для участия в торжествах по случаю свадьбы великого князя. Но тут же и обидели. Не дали им при таком торжестве ниже почарки вина, да еще заставили бить сваи на Неве при постройке дворцовой набережной. А теперь их отправляли в Казань против Пугачева. Вот и решили они от такой худой жизни, что положат ружья пред тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был. Такие разговоры вели гренадеры в селе Кибол у постоялого двора, укладываясь перед походом на имские подводы. Один из дворовых людей удаловских, ехавший к своей госпоже из деревни, эти разговоры слышал и по прибытии в Петербург передал Державину. Узнал, вероятно, что тот едет в Казань усмирять Пугачева. К таким слухам можно было отнестись без внимания. Мало ли что говорится, но постоял в дворах. Но Державин, как сказано, весь кипел. Он кинулся к Бибикову. Тот сперва сказал «здор», но Державин не унимался, ездил к Бибикову еще дважды, ночью возил к нему удаловского человека, заставил допросить командира Владимирского полка и добился того, что среди гренадер действительно был открыт заговор. Все это произошло в несколько дней. Державин был как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря, весьма на листе, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубли, он отправился в путь. Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань, это было перед самыми святками, они нашли город в Пане. Пугачевские разъезды уже появились в верстах в шестидесяти оттуда, не только многие жители, там и власти бежали, уехал даже и губернатор. В назначении Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала уже однажды за десять лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь все пойдет отлично. Беглецы во главе с губернатором стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с державинами. Но сам он не веселился. Он с первого дня принялся за работу. Следует вникнуть в то обстоятельство, что державин был взят Бибиковым в секретную следственную комиссию, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован, ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия сообщников Пугачева, но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях по самому роду службы его должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения с гражданскими властями и с начальниками войсковых частей и даже самим главнокомандующим. Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно. Они были окружены врагами явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действия. Сказать «Пугачев усиливался» было бы не точно. Усиливалась Пугачевщина, и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники, огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неистекаем и не нуждался в переброске. Он в любую минуту оказывался там, где Пугачевскому штабу угодно было развернуть свои силы. Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом и при этом еще иногда возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственному боевому опыту. Он вырабатывал стратегический план, но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были уничтожны численно и разложены Пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались с недавно освободившегося польского фронта из губернии, еще не охваченных Пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были недовольно надежны, в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка. Не только на солдат, нельзя было вполне положиться даже на офицеров. Бибиков прибыл в Казань 25 декабря, ждал войск и нервничал. 28 числа Державин уже явился к нему с докладом. Пока прочие члены следственной комиссии в ожидании начальства кутили, блистали и дебоширили, он уединенно жил в доме матери и от своих крестьян, приезжавших с Оренбургского тракта, старался разведать о движениях неприятельских и о колебании народном. Сведения были неутешительными, брожение чувствовалось и в окрестностях, и в самой Казани, бездействие правительства становилось опасно. Державин счел нужным доложить о том Бибикову. Тут произошла сцена, первого взгляда не вовсе правдоподобная, отродясь не нюхавший пороху подпоручик, заявляет заслуженному боевому генералу Бибикову, что надобно делать какие-нибудь движения, а главнокомандующий оправдывается. Я это знаю, но что делать? Войски еще не пришли. Есть ли войски или нет, но надобно действовать, возражает подпоручик. Бибиков сердится, но не прогоняет его, напротив схватив за рукав, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость. Сама развита пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом солью. Надобно действовать, в десятый раз повторяет Державина. Что за нелепость? Он требует невозможного. И кто дал ему вообще право чего-то требовать от генерала аншефа Бибикова? Право дал Бибиков, назначив его в следственную комиссию, а требовал действий Державин именно потому, что военные операции вне его компетенции. С его точки зрения, чисто политической, именно так все и обстоит, как он докладывает. «Надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии». А уж как действовать? И есть ли войски или нет? Это дело Бибикова. Бибиков сознает и правоту Державина, и свое бессилие. Поэтому он сердится пуще прежнего, молча рассказывает по кабинету, молча отсылает Державина прочь, но на другой же день дает ответственные поручения отправиться в Симбирск, там присоединиться к команде подполковника Гринева и с ним, а также с идущими из Цизрани гусарами командой генерал-майора Муффеля идти на освобождение Самары. Задача Державина во время этого перехода собрать сведения об исправности и настроении не только самих команд, но и офицеров и даже начальников. Командировка носила самый тайный характер. Отправляясь от Казани, Державин еще сам не знал, куда и зачем он едет. Ему были вручены два ордера в запечатанных пакетах, которые он должен был скрыть не раньше, как удалясь от города на тридцать верст. Первый ордер касался уже сказанных наблюдений. Вторым предлагалось ему по взятии Самары найти того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеям с крестами и со звоном и через кого отправлен благодарственный молебен. Главных зачинщиков предписывалось отправить закованными в Казань, а менее виновных для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребывать в твердости. В заключении Бибиков писал, «Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования». С такими поручениями Державин едет в Симбирск. Не застает уже там Гринева, догоняет его и с ним вместе идет к Самаре, которая к их приходу оказывается уже занята муфелем. Последний таким образом уже сам себя показал и по отношению к нему миссии Державина отпадает. Но с Гриневым Державин идет очищать от пугачевских сторонников крепость Алексеевскую и под Красный Яр на усмирение калмыков. И то, и другое он предпринимает опять-таки не в качестве военной силы, а для того только, чтобы увидеть в прямом деле господина подполковника Гринева, его офицеров и команду. Наконец он возвращается в Самару руководить следствием, допрашивает виновных с дачи города Пугачеву, отсылает главнейших преступников в Казань и сам отправляется вслед за ними. Его первая командировка закончена. В пору Пугачевщины казанское дворянство и местные власти вообще говоря, не покрыли себя славой. Непонимание обстановки, нерадивость, а главное легкомыслие тут были проявлены много раз. Еще в самом начале 1773 года Пугачев был схвачен и прислан в Казань под стражей и застрого его отпустили собирать по городу милостыню. Он, конечно, бежал. Потом, как мы видели, казанцы впадали в отчаяние и кидались из города прочь без особых к тому оснований, потом веселились, столь же напрасно чувствуя себя за Бибиковым, как за каменной стеной. Пробудить в них сознание и подвигнуть к действиям было непросто. Между прочим, надо было добиться, чтобы они составили и содержали на свой счет нечто вроде конного ополчения в помощь правительственным войскам. По поручению Екатерины, проявившей и в этом случае свое знание людей, Бибиков стал действовать с именитыми казанцами, как с ребятами. Он дважды их собирал, звонил в колокола, служил молебны и произносил речи. В речах изображал грозность обстановки, обещал награды и пугал наказаниями. Наконец, казанцы как будто сами придумали выставить ополчение. Не давая им остыть, Бибиков тут же составил от их имени соответственное определение и переслал его государине. Продолжая игру, Екатерина прислала Бибикову рескрипт, в котором именовала себя Казанской помещицей и объявляла, что следуя примеру дворянства, со своей стороны также дает по рекруту с каждых двухсот душ из казанских дворцовых земель своих. Остроумный рескрипт имел успех чрезвычайный. Бибиков, чтобы еще поддать жару, вздумал продлить приятную переписку с казанской помещицей. Дворяне собрались вновь, и губернский предводитель Макаров перед портретом Екатерины прочитал благодарственную к ней речь «Признаем тебя своей помещицей, принимаем тебя в свое товарищество, когда угодно тебе, равняем тебя с собою и прочим». Кому же нелестно было принять государыню в свое товарищество? После этой речи в составлении отрядов захотели участвовать не только дворяне соседних уездов, но и купцы и даже мещане. Составил же речь разумеется не Макаров. Это дело было поручено Бибиковым Державину, который тут действовал не столько в качестве казанского помещика, сколько в качестве члена секретной комиссии. Агитация прямо входила в ее задание. Ответом на эту речь был новый рескрипт, а затем и особый манифест, который, впрочем, прибыл в Казань, когда ни Бибикова, ни Державина там не было. К тому времени оба уже покинули город, направляясь в разные стороны. Чтобы изъяснить причины этой второй командировки Державина, приходится вернуться назад к людям, которых мы потеряли на время из виду. Вскоре после того, как Державин в марте 1770 года, гнушаясь самим собой, убежал из зачумленной Москвы, его тамошние знакомцы, Серебряков с Максимовым, тоже исчезли с Белокаменной. Перехватив с собой Черняя, они отправились в Польскую Украину добывать свои клады. Но в ту пору вся эта область была театром русско-турецкой войны. Войска передвигались по ней во все стороны, и шататься в степях, не навлекая подозрения, казалось невозможно. Кладоискателям пришлось бросить свои затеи, отпустив Черняя на все четыре стороны, а может быть только припрятав его до лучших времен. Вернулись они в родные места, в дворцовое село Малыковку, что лежало на Волге, верстах в ста сорока выше Саратова при впадении Иргиза, того самого, на котором Серебряков некогда расселял раскольников и обделывал свои дела, за что, как мы видели, он и угодил в тюрьму при сыскном приказе. Жили они притаившись, но неожиданно сами события сплелись вокруг них в довольно причудливый и неприятный узел. После начала Пугачевского возмущения правительство долго еще не знало, кто таков самозвание. Явилась мысль, не есть ли это Черняй, бежавший из Москвы и исчезнувший вместе с Серебряковым. Серебрякова и Максимова по этому делу допрашивали. Что отвечали они неизвестно. Надо думать, Максимов отрекся от всякого знакомства с Черняем, а Серебряков заявил, что не видел его с тех пор, как вышел из тюрьмы, будучи взят на поруки Максимовым. Дело заглохло. Однако ж, когда настоящее имя самозванца было установлено, положение Серебрякова с Максимовым вновь осложнилось. Дело в том, что Пугачев имел большие знакомства среди иргизских раскольников. Там, на Иргизе, он и явился в конце 1772 года со своими возмутительными речами, за которые был схвачен и отправлен в Казанскую тюрьму. Из Казани он, как уже говорил, избежал летом 1773 года, после чего и стал во главе мятежа. этот арест Пугачева произведен был не где-нибудь, а как раз в той же Малыковке по доносу крестьянина Трофима Герасимова, который был Серебрякову приятелем. Таким образом, к Серебрякову с Максимовым как бы шли нити и от воображаемого самозванца Черняя, и от настоящего Пугачева. Это отнюдь не улучшало их положение. Тогда они, чтобы укрыться от беды, а может быть выслужиться и загладить прежнее, решились предложить Бибикову свои услуги для вторичной поимки Пугачева. Они знали, что Державин находится при главнокомандующем и вознамерились действовать через него. В самом начале марта Серебряков, захватив с собой Герасимова, приехал в Казань. Его план был несложен. Предполагалось, что теперь, когда войска постепенно стянулись к мятежной области, пугачевские толпы вскоре будут разбиты. В этом случае самозванцу придется искать тайного убежища, и он, всего вероятнее, отправится на Ергиз, где у него много друзей среди раскольников. Тут-то Серебряков рассчитывал его схватить, для чего требовал особых полномочий себе и Максимову. При всем различии положений и лет у Бибикова с Державиной было в характерах общее, и начальник, и подчиненные легко увлекались, оба слегка были фантазеры, в самой таинственной обстановке ночью с пятого на шестое марта состоялось свидание Серебрякова с Бибиковой. Самого Серебрякова раскусить было нетрудно, но его план показался Бибикову достойным внимания. Главнокомандующий призвал Державина и сказал ему, «Эта птица залетная и говорит многодельно, но, как ты его представил, то и должен с ним возиться, а Максимову я его не поверю». Такого оборота Державин, пожалуй, не ожидал и сам. В следственной комиссии у него было много работы, он вел журнал всей деловой переписки по бунту с описанием и самых мер, принимаемых к его подавлению. Кроме того, составлял алфавитные списки главных сообщников Пугачева и лиц, пострадавших от мятежа. Возиться с Серебряковым значило бросить все, отдалиться от благосклонного начальника, ехать в Малыковку и посвятить себя выполнению Серебряковской затеи. Но поручение ответственное, сопряженное с властью, но работа в таинственной обстановке, но наконец-то возможность действительно себя выказать, все это его прельща. В случае же успеха, если бы в самом деле он, Державин, оказался поимщиком Пугачева, словом, он решился. на другой же день после встречи с Серебряковым Бибиков дал Державину тайное наставление, которого главные пункты сводились к следующему. Вы отправляетесь отсюда в Саратов и потом в Малыковку, прикрыв ваше прямое дело подобием правды, а в самом деле посылка и поручаемая комиссия в следующем состоять имеют. Первое. Известно, что вора и злодея Пугачева гнездо, прежде произведения его злодейства были селения Раскольнические на Иргизе, а потому и не можно думать, чтобы он и ныне каковых либо друзей, сообщников или по крайней мере знакомцев там не имел. Вероятно быть, кажется и то, что он по сокрушению его под Оренбургом толпы поросеяния ее, что дай Боже, в случае побегу искать своего спасения вознамериться на Иргизе. Вам понятна важность всего злодея поимки? Для того вы скрытным и неприметным образом обратите все удоб возможное старание к тому, чтобы узнать тех людей, к коим бы он в таком случае прибегнуть мог. Второе. Доколе к поимке злодея случай не приспеет, употребите вы все ваше старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, их состоянии и силах, взаимную между ними связь, и чем подробнее вы узнаете, тем более и заслуги вашей, и я императорскому величеству нашей всемилостивейшей монархии не будет. А сие известия, как ко мне, так и марширующим по Самарской линии господам генерал-майорам князю Голицыну и Мансурову с верными людьми доставлять имеете, ведя о тайном деле переписку посредством цифирного ключа, который вам убиряется. Третье. Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей и ведать о его и прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и отпускается с вами 400 рублев. Чтобы в случае надобном делано было вам и от вас посланным всякое вспоможение, для того снабжаетесь вы письмом, пребывающему в Саратове господину Астраханскому губернатору Кричетникову, а к Малыковским дворцовым правителям открытым ордером. Четвертое. Не уставайте наблюдать все людей тамошних склонностей, образ мыслей и понятия их о злом самозванце. Проповедуйте милосердие монаршие к тем, кои от него отстанут и покаются. Обличайте рассуждениями вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников. Пятое. Наконец, при вступлении в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова. Впрочем, я, полагаясь на искусство ваше, усердие и верность, оставляю более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности и надеюсь, что вы, как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коим бы не воспользоваться, понимая силу прямую посылки вашей. Алла Бибиков 7 марта Державин выехал из Казани. Уезжая, он был преисполнен надеждой веры в себя. Точно так же, как Бибиков, он полагал, что для успешности и плодотворности его предприятия надо бы три условия, из которых два находились вне его власти и не зависели от него. Первое, чтобы пугачевские полчища действительно были наперед разбиты. Второе, чтобы у пугачева в случае его поимки или смерти не нашлось заместителя или преемника. Только за третье Державину предстояло быть в ответе. Он должен был хорошо расставить капканы и не упустить зверя. Тут он полагался на свою расторопность. На самом деле этих условий было недостаточно. Требовалось еще одно простейшее. И Державин и Бибиков о нем знали, но как будто нарочно почти не касались его, как будто боялись, что если прямо и ясно поставят о нем вопрос, их пыл ослабеет и придется Бибикову задуматься, стоит ли ради этого дела отсылать от себя Державина, а Державину стоит ли уезжать от Бибикова. В Малыковке Державин прежде всего обзавелся подлащиками, которых послал к Пугачеву разузнавать о его делах, намерениях и силах. Бибикова с Герасимовым он оставил на Иргизе перечь друзей самозванца и выслеживать его самого, когда он появится. Наладив целую сеть лазутчиков, Державин счел нужным обеспечить себе и чисто военную помощь, то есть получить отряд в свое распоряжение. Для этого он отправился в Саратов к астраханскому губернатору Кричетникову. Саратов входил в состав астраханской губернии, а губернатор там жил для того, чтобы находиться ближе к театру военных действий. Вручив Кричетникову рекомендательное письмо Бибикова Державин потребовал помощи, но внезапно получил самый решительный отказ. То ли губернатору не понравился властный тон Державина, то ли Кричетников захотел подсидеть Бибикова, которым был не в ладу, только отряда получить от него не удалось. Это взволновало Державина чрезвычайно, но он не сдался. В Саратове находилась контора опекунства иностранных, то есть управления немецкими колониями, которые Екатерина расселила вниз по течению Волги, начиная от Устья и Рвиза. В распоряжении конторы, которая не зависела от губернатора, имелись три роты артиллерийского фузелерного полка. Начальник конторы Ладыжинский был с губернатором в плохих отношениях, и, чтобы ему досадить, разрешил Державину, буди понадобится, брать эти роты. Кричетников обозлился раз навсегда. Меж тем до Саратова дошла весть, что князь Голицын освободил Оренбург, дважды разбив самозванца на голову под Татищевой и у Самарского городка. Это заставило Державина поторопиться обратно в Малыковку. Как знать, может быть, теперь-то и кинется Пугачев скрываться на Иргизе. Но Пугачев, потеряв больше двух третей из всего войска, немало не думал бежать и прятаться. Он пробрался в Башкирию, обрастать новыми толпами, чтобы опять и стремиться к Яйку. Его поимка явно откладывалась. Сидеть в Малыковке, сажа руки, не улыбалась Державину, он задумал военную экспедицию на свой страх и риск. Яицкий городок был осажден мятежниками, страдал от голода и уже не имел снаряда. На выручку его шел Мансуров, но Державин рассудил, что Мансурова должны задержать разливы рек, и решился секусировать к крепосту, подойдя к ней с другой стороны. Вновь стал он требовать войск, и вновь губернатор ему отказал. Тогда Державин, послав Бибикову жалобу на губернатора, уже не первую, составил отряд из фузелеров и казаков опекунской конторы, прибавил сотни-полторы малыковских крестьян, выпросил у Максимова провианта для яицкого гарнизона и двадцать первого апреля двинулся в поход. Предстояло пройти верст пятьсот. Увы, на второй день пути от встречного своего лазутчика он узнал, что яицк уже занят Мансуровым. Ему ничего не оставалось, как вернуться назад в Малыковку к великому торжеству Кречетникова. Узнав о его конфузе, губернатор поспешил кстати поздравить его с производством в поручике. Поздравление прозвучало насмешкой, Державин не обрадовался. Свои рапорты он посылал прямо Бибикову, который покинул Казань на другой день после Державина и направился к армии. Пришлось послать донесения также и о злосчастной попытке выручить Яицкий городок. Но велико было удивление и огорчение Державина, когда получил он ответ не от Бибикова, а от князя Щербатова. Бибиков умер на пути к Оренбургу и Щербатов временно заменил его на посту главнокомандующего. Силы Бибикова давно были подорваны тревогами и трудами. Заболев горячкой, он скрывал болезнь, перемогался и таял, лечить его было некому, за два дня до смерти коснеющей рукой он написал государине, «Будь при мне один единственный сведущий человек, он бы меня спас, но, увы, я умираю, не увидев вас». Человек благородный, патриот истинный, он отдал все силы своему трудному делу и умер, едва получив известие о победе Голицына, о первом достигнутом успехе. Ему было всего сорок четыре года. Обстоятельства этой кончины потрясли державе. Сам он терял начальника, которым был отличен и которого успел полюбить. Все вообще складывалось печально. Нужды нет, что Мансуров с Голицыным высоко ценили его разведочную работу, что сам Щербатов его одобрял. Его главная цель поимка самозванца вдруг оказалась совсем не столь вероятна, как он себя убедил, как они с Бибиковым себя убедили. Не то было всего хуже, что разбитый Голицыным Пугачев оказался способен к дальнейшей борьбе. Державин не сомневался, что рано или поздно враг будет побежден. Уже и теперь по последним известиям самозванец опять окружен у овзяно-петровских заводов и без поражения выйти оттуда не может. Плохо было то, что и эти добрые вести опять содержали горчайший для Державина намек на вероятную участь всей его командировки. одновременно сообщалось, что если Пугачеву суждено прорваться, то отнюдь не в сторону Иргиза. Это замечание, сделанное мимоходом, Державина угнетало. Во-первых, Державину стало ясно, что как неискусно расставил он свои западни, на сей раз они не понадобятся наверняка, а вообще могут и никогда не понадобиться, если зверь сюда не пожалует. А много или говорил за то, что пожалует. Вот что они упустили из виду спокойником Вибиковым. И внезапно с такой же твердостью, как прежде он был уверен, что самозванец придет прятаться на Иргизе, теперь Державин решил, что Пугачев не придет сюда никогда. Скрытая досада на самого себя стала его томить. Кто придумал все это? Кто вскружил головы и ему, и Бибикову? Серебряков? Нет, Серебрякова по чести винеть нельзя. Серебряков, конечно, придумал ловить Пугачева на Иргизе, но он предлагал в поимщике самого себя. Он не звал Державина в Малыковку. Державин сам привезял себя к этому проклятому месту. И зачем? Зачем Бибиков подтолкнул его? Такое уныние овладело Державиным, что он стал проситься о увольнении себя с его поста для того, чтобы по удалению в Башкирию Пугачева в обверенной ему комиссии он ничем действовать не мог. Временами он даже подумал бросить все и уехать обратно в полк в Петербург. На его беду им были довольны и не отпустили. Только о поимке Пугачева, как о цели его пребывания на Ергизе, теперь уже речи не было. Выяснилось, что секретная комиссия до сих пор даже не знала, зачем Державин послан в Малыковку. Мы стали давать поручения то по разведке, то по охране спокойствия, то по делам провианцев. Действия против Пугачева шли с переменным счастьем. Из окружения самозванец вырвался и усилился вновь уже в который раз. Стремительно, как степной пожар, разливаясь все шире и шире, он шел к северо-востоку, за Урал, в Киргизскую степь, меж тем, как главные силы правительства стянуты были южними. Однако двадцать первого мая Деколонг разбил его при крепости Троицкой. Самозванец пошел к Челябинску, но тут впервые встретился с Михельсоном и вновь потерпел поражение. Хотел идти к Екатеринбургу и тоже встретил препятствие. Тогда он повернул под прямым углом на запад и устремился к Казани. Победа, одержанная при Троицкой, возбудила такие же надежды, как перед тем победа при Татищевой. Пошли даже слухи, что Пугачев спасся всего с восемью человеками и, конечно, будет искать убежище на Иргизе. Очевидно, Ищербатов теперь заразился серебряковской идеей. Державина известили об этих отчаяния. Надежда мелькнула снова. Он ожил, стал расставлять пикеты и рассылать лазутчиков. Внезапно пожар истребил большую часть Малыковки. Хлебные запасы сгорели, начался голод, в народе чувствовав брожение. Дом Державина уцелел, но его дважды пытались поджечь. Малыковка становилась плохою базой. Оставив немногочисленные свои команды и сделав распоряжение на случай прямого мятежа, Державин поехал в Сарак. Туда призывали его дела второстепенные, но события развернулись так, что эта поездка оказала важное влияние на всю его дальнейшую судьбу. По смерти Бибикова императрица вместо одной следственной комиссии учредила две, Казанскую и Оренбургскую. Оставив военное командование в руках князя Щербатова, эти комиссии временно отдала она в ведение местных губернаторов, а затем решила сосредоточить управление в одних руках. Новым начальником комиссии назначен был молодой генерал-майор Павел Сергеевич Потемкин, человек не глупый, но и не выдающийся, образованный, но не даровитый, зато троюродный брат нового фаворита, только что вошедшего в силу. Потемкин выехал из Петербурга в Казань как раз в то время, когда с востока к ней шел Пугачев. В Казани они столкнулись, потемкин прибыл в ночь на восьмое июля, а двенадцатого числа на заре туда же пожаловал Пугачев. В Казани войск почти не было. Потемкин вышел навстречу самозванцу с четырьмя стами солдат, был разбит и едва успел укрыться в крепости внутри города вместе со многими жителями. Пугачев не мог овладеть крепостью, но сжег и разграбил город. Местная чернь присоединилась к пришлой, часть жителей при этом была убита, прочие подверглись мукам и разорению, люди зажиточные стали нищими, кто был скуден, очутился богат. Михельсон, пришедший по пятам Пугачева, освободил казанские пепелища через три дня после упорных боев. Самозванец, выгнанный из Казани и вновь растерявший часть войска, однако ж не унялся. Собирая новые полчища, устремился он вверх по Волге, думали на Москву, но внезапно он перешел в Волгу у Кокшайска и по правому ее берегу пошел к югу. Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием, никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такой силой, возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Он двинулся на Саратов. Державин узнал об этом раньше местных властей и поспешил их оповестить. Саратовцы до тех пор почитали себя в безопасности. Губернатор Кричетников даже уехал в постоянную свою резиденцию в Астрахани. Уезжая, он верил охрану города коменданту Башняку, но с тем, чтобы тот в важных случаях совещался с другими начальниками и действовал с общего согласия. Самым видным из этих начальников был упомянутый выше Ладыжинской, начальник опекунской конторы. Нет надобности объяснять, что Башняк с Ладыжинским были на ножах и по службе, будучи независимы, не желали ни в чем уступать друг другу. У каждого были к тому же свои войска. Полковник Башняк считал себя выше, как воеводы и комендант. Ладыжинской хоть находился в гражданской службе, был зато старше чином, он был статский советник, что соответствовало бригадиру. Башняк был порывист, переменчив и неумен, зато держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы. Ладыжинский усов не носил, но превосходил противника хладнокровием и дальновидностью. Наконец Башняк был в хороших отношениях с губернатором, а Ладыжинский в плохих, что, как мы знаем, изблизило его в свое время с Державиной. Узнав от Державина об угрожающем движении Пугачева, Ладыжинский созвал совещание для обсуждения мер к обороне Саратова. Кроме Державина были приглашены Башняк и некий Кикин, сослуживец Ладыжинского. Тут-то голоса и разделили. Башняк находил, что надо укрепить город и в нем отсиживаться. Ладыжинский с Кикиным возражали, что город слишком велик, и так скоро его не укрепишь, да и не хватит ни войск, ни артиллерии, чтобы отстаивать такое большое пространство. Поэтому надо встретить самозванца вне города, для чего собрать всех жителей, способных носить оружие, а прочих укрыть на берегу Волги возле магазинов и казарм опекунской конторы, построив там особое земляное укрепление. Ладыжинский, как бывший офицер инженерного корпуса, уже составил и план такого ретрашинмента. Державин с горячностью присоединился к этому мнению, на стороне которого таким образом оказалось большинство голосов. В этом духе составили и подписали общее постановление. Башняк обязался доставить рабочих, инструменты и часть оружия. Между тем, новый начальник секретных комиссий требовал, чтобы Державин представил рапорт об исполнении данного его поручения. Для составления рапорта Державин на другой же день поскакал в Малыковку, где находилось все его делопроизводство. В Малыковке он получил от Потемкина второе письмо. Потемкин сообщил, что уже получил сведения о действиях Державина от князя Щербатова и остался ими особливо доволен. «Таковый помощник много облегчает меня при обстоятельствах, в каких я наехал Казань», писал Потемкин и далее прибавлял. «Может быть, принужден будет злодей обратиться на прежнее гнездо, то представляется вам пространное поле к усугублению опытов ревности вашей к службе нашей премудрой монархии. Я уверен, что вы знаете совершенно цену ее щедрот и премудрости. Способности же ваши могут измерить важность дела и предстоящую вам славу, ежели злодей устремится в вашу сторону и найдет все от вас приготовляемые». На этот раз вряд ли Державин серьезно поверил в поимку Пугачева на Эргизе. Уже не раз его обманула эта мечта, еще имевшая для Потемкина прелесть новизны. Но самолюбие Державина было польщено и возбуждено, честолюбивые надежды его всколыхнулись, и сие самое побудило его горячее вмешаться после саратовские обстоятельства. Повод не замедлил явиться. Самый день отъезда Державинского из Саратова Башняк уже пошел на попякну. Заявил, что не даст рабочих для постройки ретраншемента, потому что опасность миновала. Это было неправда. Опасность не миновала, а возросла. Пугачев был в четырехстах пятидесяти верстах. Обо всем этом Державина тотчас же известили саратовские друзья. Некто Свербеев, чиновник опекунской конторы, писал «Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх». Державин помчался нагонять страх, но пока он ехал, саратовские жители знали, что Пугачев уже миновал Алатырь. Поднялась тревога, состоялось совещание при участии купечества и членов низовой свиной конторы. Вновь утвердили план Державина и Лодыжинского, но на сей раз Башняк отказался его подписать. Он вернулся к первоначальной своей мысли и заявил, что согласен на ретрашенмен, но, кроме того, не может оставить на расхищение город, церкви, остроги и винные склады, а потому будет строить укрепление вокруг всего города. Это было 27 июля, а 29 Башняк уже заявил, что и вовсе отказывается о ретраншементе, а будет строить лишь укрепление вокруг города. На другой день, подкрепившись добытым от губернатора ордером о подчинении коменданту всех воинских сил, Башняк явился сообщить свое решение Лодыжинскому и встретил у него только что вернувшегося Державина. Горячие споры не привели ни к чему. Башняк начал строить свои укрепления. Тогда Державин написал коменданту письмо. В выражении самых резких повторял прежние доводы, доказывал, что Башняк не умеет возводить укрепления. То укрепления вокруг всего города бесполезны, ибо требуют стольких защитников, сколько в Саратове не найдется. Что жители, не способные носить оружие, могут укрыться в ретраншементе, который должен строить немедленно. Что там же можно поместить и церковную утварь, что должен встретить врага вне города, оставив лишь небольшой отряд для защиты ретраншемента. Наконец о себе писал, когда вам его превосходительство, господин Астраханский губернатор Кречетников, отъезжая отсюда, не дал знать, с чем я прислан страну сию, то через сие имею честь вашему высокоблагородию сказать, что я прислан сюды от его высокопревосходительства, покойного господина генерала-аншефа и кавалера Бибикова вследствие именного ее императорского величества высочайшего повеления по секретной комиссии и предписану по моим требованиям исполнять все. Эти разборы грозили Саратову тем, что в конце концов он останется безо всякой защиты. Жители волновались. Большинство, видимо, было на стороне, Державина и Лодыжинского. 1 августа состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Принято было определение действовать по плану Лодыжинского, несмотря на несогласие означенного коменданта. Это уже был в сущности бунт. В качестве поручика Лейбгвардии, что весьма придавало ему весу в глазах армейцев, и члена секретной комиссии, Державин этим бунтом водительствовал, причем грозился Башняка арестовать. Настроение собравшихся было самое повышенное. Так спешили, что согласились подписываться без соблюдения старшинства. После этого постройка ретраншемента возобновилась по распоряжению магистрат. Но через день Башняк приказал полиции объявить, что к работе привлекаются лишь добровольцы. Легкомысленный народ рад был такой поблажке, а из всего произошла и у благоразумнейших колебленность мыслей, дурные разгласки, и работа вовсе остановилась. Державин не уставал жаловаться на Башняка Потемкину, Башняк на Державина Кречетникову. Оба были и правы, и неправы. Башняк был старше чином и имел боевой опыт, которого не имел Державин. Державин ссылался на то, что он прислан от секретной комиссии и что предписано по его требованиям исполнять все. Это было неправда. В сущности он был прислан в Малыковку, а не в Саратов. И оборона Саратова, если даже касалась его, то разве только с политической, а не с военной стороны. Горячее вмешался он в это дело только потому, что в прямую цель своей командировки в поимку Пугачева на Иргизе уже сам не верил, а хотел отличиться где бы то ни было и во что бы то ни стало. И держал он себя с заносчивостью, недопустимой, не говоря уже о военной субординации, которую сам нарушал и склонял нарушать других. Но по существу дела все-таки прав был он, точнее прав был Лодыжинской, на сторону которого он стал против Башняка. Он видел, что Башняк губит дело, и это, и сознание собственной правоты, и скрытое чувство, что действует так, как он действует, он все-таки не имеет права, все это доводило его до пределов дерзости и упрямости. На конец 3 августа Кречетников прислал Башняку ордер, которым предлагал отправить Державина к настоящему месту его службы на Иргизе. Башняк тотчас переслал ордер Державину, но тому было не до губернатора. Уже он готовился в новую экспедицию. В 97 верстах от Саратова на реке Медведице лежала крепость Петровская. Пугачев к ней приближался. Державин послал в Петровск приказание перевести в Саратов казенные деньги и архивы. Все это уже было сложено на подводы, но, как случалось, почти всегда при приближении самозванца часть гарнизона взбунтовалась и остановила вазы. Третьего числа, в тот же день, когда пришел ордер Кречетникова, Державин получил письмо из Петровска от секунд майора Буткевича, воеводского товарища, как он себя именовал, просьбой прислать на помощь отряд Человек доста. Державин немедленно выслал вперед отряд казаков под начальством Ясаула Фомина, а четвертого числа утром выехал и сам. Не одни архивы и деньги занимали Державина. Он мечтал вывести из Петровского порох и пушки, а также произвести разведку, чтобы узнать, с какими силами наступает враг на Саратов. Державин ехал в Кибитке с неким Гогелем и со слугою, которого нанял еще в Казани. Это был гусар из польских конфедератов. Уже о верстах в пяти от крепости узнали они от встречного мужика, что Пугачев находится тоже в пяти верстах от Петровска, только с севера. Державин ехал с юга. Державин остановился, а Гогель поехал вперед, чтобы нагнать и предупредить казачий отряд. Нагнав его, Гогель отрядил четырех казаков к Петровску на разведку. Все уехали и пропали. Наконец, двое из них вернулись и сообщили, что Пугачев уже в городе и надо ему сдаваться. Фоминские казаки тотчас сбунтовались и объявили, что переходят на сторону государя. Покуда Фомин хитрил и вел с ними переговоры, со стороны Петровска приблизился отряд мятежников под предводительством самого Пугачева. Фомин с Гогелем бросились назад к Державину, крича «Казаки изменили, спасайтесь!» Пересев на верховую лошадь, Державин поскакал вместе с ними к Саратову. Пугачев со своим отрядом гнался за ними. С наступлением сумерек погоня остановилась. Державин благополучно достиг Саратова, а его кибитка с ружьями, пистолетами и слугой у поляком осталась в руках мятежников. Весь следующий день, 5 августа, ушел на бесполезный переговоры с Бушняком. Пугачевские скопища надвигались, падение Саратова было неминулемо. Во исполнении губернаторского приказа Державин мог бы уехать в Малыковку, но, нося имя офицера, за неприличное почел от опасности отдаляться и, чтобы не быть праздным, выпросил в команду себе одну, находящуюся без капитана, роту. Вдруг вечером получил он тревожную весть. Партия малыковских крестьян, им вызванная на помощь саратовскому гарнизону, взбунтовалась, не дойдя двадцати верст до города. Герасимов, бывший при этой партии, сообщал, что крестьяне отказываются идти дальше, если Державин не явится к ним самолично. Державин поехал, и тут незначительная случайность разом все изменила. На ближайшей станции в Слободе Покровской не оказалось лошадей. Державин застрял на всю ночь, а когда на другой день добрался наконец до своих крестьян, пришло известие, что Саратов взят. Боясь, что крестьяне открыто перейдут на сторону Пугачева, Державин их распустил, а сам поехал в колонию Шавгаузен. Здесь надеялся он через колонистов разведать, куда намерен идти Пугачев из Саратова, на Яйк или вниз по Волге. Шавгаузен лежал на левом берегу Волги, немногим ниже Малыковки. Сообщение между ними постоянно поддерживалось, печальная новость ожидала Державина. Незадолго до отъезда из Саратова Державин решил просить помощи генерала Мансурова, который тогда находился со своими войсками в Сызране. Письмо к Мансурову Державин послал в Малыковку Серебрякову с приказом лично доставить по назначению. Серебряков, прихватив с собой сына, отправился в Сызрань. По дороге в степи оба были убиты и ограблены шайкою беглых солдат. Шаек, состоявших из всякого сброду, к тому времени расплодилось великое множество. Между прочим, не терял времени даром и тот слуга поляк, что остался вместе с кибиткой Державина в пугачевском плену. За десять тысяч рублей он взялся изловить бывшего своего господина. Он явился в колонии, взбунтовал многих колонистов и разослал подручность искать Державина. Восьмого числа, на второй день своего пребывания в Шафф-Гаузене, Державин узнал, что злодеи остановились в пяти верстах в ближайшей колонии завтракать. Охраны у него не было, он скачал на лошадь и помчался с девяносто верст с изрань к генералу Мансурову. Дорогой при переправе через Волгу он едва не погиб. Двести малыковских крестьян, которых он сам же некогда здесь расставил стеречь Пугачева, теперь узнали о взятии Саратова и дух буйства в них пробудился. На пароме они хотели схватить Державина, чтобы отправить в стан Пугачева. Не поворачиваясь к ним спиной, он прислонился к борту и держал руку на пистолете заткнутом у пояса, а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся. Десятого августа Державин приехал в Сызрань к Мансурову, а вслед затем узнал, что и сама Малыковка пережила бурные события. Всего августа девятого дня доносил писарь Злобин, приехав в село Малыковку известной злодейской шайки разной сволочи человек с двенадцать и, во-первых, набрав воном подобных себе злодеев села Малыковки, дворцовых и экономических крестьян человек до пятидесяти, начали разбивать питейные дома и, напився пьяный, чинили многое злодейство и в хороших крестьянских домах разбои, а сверх того, господину Кодзначею и всему его семейству, также его расходчику, села Воскресенского крестьянина Александру Васильеву и Малыковскому жителю Ивану Терентьеву учинили смертное убийство, коих ругательские повесили, чем, устращивая, привлекали Малыковских первостатейных к питью вина и к поздравлению якобы государя Петра Федоровича, то есть государственного вора и злодея Пугачева. Кое-то и чинили, а сопротивление с ними злодеями за неимением никакой команды чинить было некому. Где тот день в Малыковке они и ночевали, а напоследок 10 августа те злодеи быв до полден и более и чиня такое злодейство сказали, что они с батюшкой Петром Федоровичем, то есть означенным злодеем, будут в Малыковку во вторник 12 августа и сказав уехали обратно. В Малыковку злодеи больше не приходили, но после их ухода часть населения пребывала в великом страхе, другая же разнуздалась и буйствовала. Дворцовый правитель Шишковской, который едва спас живот свой, от страху никак не мог прийти в совершенную память и писал Державину, обыватели смотрят весьма немилосердным взглядом. Помилуй, батюшка, не оставь беспомощного и разоренного и страсть терплющего человека. Поверьте, милостивый государь, что писать не могу, ненатуральная трясовица обдержит меня. Максимов, бежавший из Малыковки подали, тоже взывал к Державину, поспеши, голубчик, и хотя внутренним злодеям отомсти за пролитую неповинно дворянскую козу. Малыковка делалась все менее надежной точкой опоры. Державин к тому же предвидел, что Пугачев будет оттеснен от Саратова еще южнее. Ждать самозванца на Иргизе теперь казалось ему бессмысленно. Донося об этом Потемкину, он просил указания, что в таких обстоятельствах делать дальше и куда направиться. Ответ долго не приходил. Уже к Сызране явился со своими войсками Голицын. Уже Мансуров ушел оттуда преследовать Пугачева, ответа все не было. Державин сидел при Голицыне безо всякого дела. Бездействие вообще было не в его нраве. Теперь оно томило в особенности. Вся командировка грозила кончиться ничем. Как и в Саратове он искал случай сделать что-нибудь. Юго-западная часть колонии почти на полпути между Малыковкой и Саратовом длинную узкую полосой вдаются в Киргиз Кайсадскую степь. Киргизы давно уже беспокоят ее набегами. Теперь при общей разрухе набеги становятся чаще и жесточе. Дома сжигают и грабят. Скот угоняют. Жители избивают или уводят в плен в степь. Колонисты просят защиты, но войск у Голицына слишком мало. Другое дело державин. В Малыковке наберет он верных крестьян, кстати, наведя там порядок и посчитавшись с кем следует. Колонисты ему обещают отряд в 300 человек. С этими силами можно рискнуть на Киргиз с Кайсаков. Но чтобы дойти до Малыковки и колоний, ему нужны были 25 человек гусар и хотя бы одна пушка. Такие силы Голицын мог ему предоставить, и 21 августа державин выступил в поход. Голицын отправил с ним 9 колодников, 8 человек и 1 жонку. то были крестьяне, которые недавно схватили Голицынского курьера и отправили к Пугачеву. Преступление было совершено в селе поселках, через которые державину лежал путь. Главного зачинщика Михаила Гомзова Голицын приказал там же в поселках для примеру повесить, прочих же отпустить по домам, наказав плетни. Исполнив этот приказ, державин из поселков двинулся дальше. 24 числа в селе Сосновки привели к нему пятерых разбойников. Из них трое были повинны в убийстве Серебрякова. Одного державин велел тут же повесить, приближаясь к беспокойной Малыковке, где предстояло ему навербовать главные силы будущего отряда. Он хотел, чтобы молва о жестокостях предварила его появление. Действительно, его ждали с ужасом. Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие. Троих мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми, которым головы размозжили об угол, по данной ему от генералитета власти, определил на смерть. Замечательно смесь воображений и расчета, с коими он затем действовал. На другой день всех жителей мужского и женского полу согнали на ближайшую гору. Священнослужителям всех семи церквей Малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу. Двадцать гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что не смел никто рта раздинуть. Прочтя приговор, Державин велел этих троих повесить, а еще двести крестьян, тех самых, что осадили его недавно при переправе, пересечь плетьми. Сие все совершили, и самую должность палачей не иные кто, как те же поселяне. Тогда-то приказал Державин выставить до тысячи конных ратников и сто телек с провиантом, для похода на Киргизов. Малыковка хоть и была в трепете, могла набрать только семьсот человек. Державин и тем удовольствовался. Голицын обещал прислать ему на подмогу казаков, но Державин не стал дожидаться. Первого сентября переправился он через Волгу и углубился в степь по Сакме, по дороге, протоптанной шедшими здесь Киргизами. Через несколько дней на верховьях малого Карамана увидали в долине Киргизов. Вместе с толпой пленных и множеством угнанного скота Орда оказалась страшной громадой. Державин Державин Киргизов Киргизов Голицын благодарил Державина и доносил о его подвиге высшему начальству, но оно уже было не то, что прежде. В последнее время произошло много событий. Перелом в действиях против Пугачева начался еще с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца в глубину Сибири и погнал его на Казани. Но взятие Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона Мансурова Муфеля было слишком опустошительным. Как сказано выше, оно еще представлялось нашествием. Екатерина тревожилась чрезвычайно. Подумывала сама стать во главе армии, полагала, что вялость и нерешительность генералов всему виною. Против главнокомандующего, князя Щербатова, ее восстановляли в особенности. Граф Никита Иван Чпанин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться. Никита Иван Чпанин, еще императрица Елизавета Петровна, был определен в воспитателе к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 года, Екатерина возложила корону на себя. Говорили, будто орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник орловых, почитался единственной защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя, которого он восстанавливал против матери. Только в сентябре 1773 года, когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и, без особого удовольствия, оставив государственным канцлером. Меж тем, в 1770 году брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия первой степени и две с половиной тысячи душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве, в обычном пристанище, ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых три года болтал, понося императрицу и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем князю Волконскому, московскому главнокомандующему. Что же касается додерского, известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтобы до него дошло. То если он не уймется, то я принуждена буду его унимать, наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же. В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей. Влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать в двух направлениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государине. Потом, на собранном ею совете, он предложил назначить Петра Ивановича на место князя Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием, зато в восторге был Петр Иванович. В усердии он дошел до того, что, забыв прошлое в донесениях своих, к слову «всеподданнейший», стал приписывать слово «раб», что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий. Они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения. Панин старался унизить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней. 17 августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он отправился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24 числа, тот самый день, когда Державин казнил убийц Серебрякова, приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева. Суворов примчался без шапки в одном кафтане на простой мужицкой телеге. Получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше, на Пугачева. Однако же он мог не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадные, но беспорядочные. Он разбил майора Дица, который пытался преградить ему путь, и 21 августа подступил к царицину. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз, на царевту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше. Но Михельсон двигался быстрее, настиг его в Таверстах за царицыным у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительным. Он потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен, остальные бежали. Сам Пугачев едва спасся с горстью казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 25 августа, на другой день после описанного свидания Суворова с графом Паниной. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно. Когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем. Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки. И Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги, ловить самозванцев. Но в всем предприятии он оказался слишком не одинок. В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне. Но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон. Кольцо вокруг самозванца сжималось. Со своей стороны князь Голицын перешел у Сызрани на левый берег. Как раз в те дни, когда Державин закончил поход на Киргиз Кайсаков, Голицын со своими войсками ощутился поблизости. 9 сентября в селе Красный Яр, его не надо смешивать с городом того же названия, назначена была встреча. К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на узенях, двух речках, текущих в Киргизской-Садской степи между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на узенях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных подлащиков. Это был поздний отголосок Серебряковского плана. Отряд малыковских крестьян, с которыми он ходил на Киргиз Кайсаков, еще находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он сто самых надежных. В ночь на 10 сентября подлащики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по пяти рублей. Для устрашения тут же повешен последний из четырех убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец, вора спущена, она бросилась в сеть кузеням на зверя. Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе, в слободе мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек. Сюда же должны были приходить сведения от подлащиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что наступило самое то время, где ему Державину належало исправлять порученную ему господином Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в тех самых областях, которые наблюдению Державина верили. Но обстановка была совсем уж не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани полгода тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муфель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов, кто только не ловил Пугачева. И у каждого было больше к тому возможностей, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил впервые письмо от Суворова. «О усердии к службе ее императорского величества, вашего благородия, я уже много известен», — писал Суворов. «Тож и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника и Мельки Пугачева от Карамана. По возможности и способности ожидают вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую партию полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил, иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь. Вдруг пятнадцатого числа надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели? Но то был не Пугачев, а его полковник, крестьянин Мельников. Мельников сообщил, что Емельян Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные державина опоздали на двое суток. И так все было кончено. Пока Державин ждал самозванца на Ергизе, тот удалялся от этих мест. Когда Державин отчаялся ждать, Пугачев начал приближаться. Когда же приблизился, подошел вплотную, был схвачен, но не Державин. Было бы несправедливо одоление Пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто. Самозванец попал в руки властей без прямого участия, кого бы то ни было, из тех, кто его ловил. Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся поспешным выпроваживанием супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события начались гонки курьеров. Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Панином, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки. Он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в военную команду, то есть к Панину, а в секретную комиссию, то есть к Потемкину. Но уже Суворов в Яицке завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск к Панину. Державин был тут бессилен. Потемкин все же обиделся. Но эта обида была ничто перед новой грозой, которая шла с другой стороны и теперь над Державиным разразилась. Назначение Панина почти совпало с падением Саратова. Саратовским властям пришлось отчитываться в своих действиях уже перед новым главнокомандующим. Недруги Державина, Кречетников и Башняк дождались праздника. Разумеется, и в собственных объяснениях, и в объяснениях ими, подсказанных другим лицам, они старались обелить себя и очернить Владыжинского с Державиным. По ихнему выходило, что ветреный человек гвардии, поручик Державин, держал себя дерзко и вызывающе, слух поносил коменданта и бунтовал против него офицеров, что действиями своими Ладыжинский и Державин ослабили оборону города. Уже неправда. Что они не возвели необходимого укрепления. Да, ну потому что именно Башняк этому противился. Что экспедицию к Петровску совершил Башняк, а не Державин. Ложь грубая и наивная. Что перед появлением самозванца Державин из города скрылся без надобности. Главная и самая тяжелая для Державина ложь. Он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться. К тому же сам Кречетников перед тем требовал его удаления из города. Панин был человек умный. Умел быть смирным, когда надо, и дерзким, когда можно. Сам умел польстить и хотел, чтобы ему польстили. Сам знал свое место и любил, чтобы другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился. Он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов и решил быть к нему особливо строгим. А тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина, когда случай будет, пояснить наведанием об обращении всего гвардии поручика Державина и соответствовало ли его храбрость и искусство его словам. Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно было заручиться благосклонностью Панина. Вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютый гнев. О выдаче самозванца Державину знал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок к офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврину, поэтому он-то и был в сущности первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам своим Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить. Однако, случайно узнав об этом, Панин пришел в бешеность. Его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его в донесении государыни. Расцверепев, он тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Державин оскорбился, вскипел и через голову генералов послал объяснение прямо Панину. В заключении требовал над собой военного суда. Это опять было неприятно Панину. Он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным были больше его правильности. А вот для Кречетникова, которому Панин вообще покровительствовал, суд мог кончиться большими неприятностями. Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо, насмехался, что не им Державин им Пугачев пойман, но в суде отказал. В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогу не стерпел. Решил заехать к Панину, объясниться лично. Он вырос в глуши, воспитался в казарне, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. В младенчество было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделял он ясно, отчетливо, о себе самом всегда знал, вот это я делаю хорошо, это дурно. Словом, умом был прям, а душою просто. Прямота была главной днем. И это уже тогда было основное, за что любили его одни и не любили другие. Себе он считал горячим. Горячность и была в нем, но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавства и лож, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проницательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко и пока в сущности ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, обидой, несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны. Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячей. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался в правде черт, как однажды сам о себе сказал. Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сменил гнев на милость. Решил выказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все, и благонравие, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту, в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенная, тонкая и хитрость, и Державин очень на нее рассчитывал. В Симбирске он прежде всего явился к Голитину, Панин был на охоте. Державин его даже встретил, приближаясь к городу. Увидев гостя, Голитин перепугался. Как? Вы здесь зачем? Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему за свидетельствовать свое почтение. Да знаете ли вы, что он недели две публично за столом более не говорит ничего, как дожидает от государыни повеление повесить вас вместе с Пугачевым? Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу. Хорошо, сказал Крин. Но я вас любя не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемке и ущите его покровитель. Нет, я хочу видеть графа. Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру. Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не ответив на представление, Панин важно спросил. Пугачева видал? Это опять был намек. Но Державин, решив быть смирным, сделал вид, что не понял. Ответил почтительно, точно так, видел на коне под Петровском. Граф отвернулся и сказал Михельсону. Прикажи привезти Емельку. Привели самозванца. Он был в широком потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед он стал перед Панин на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окомелком, черные, склокоченные, глаза черные, с желтыми белками. На вид ему было лет тридцать пять или сорок. «Здоров ли, Емелька?» спросил Петр Иванович. «Ночи не сплю все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство». «Надейся на милосердие государыне», сказал Панин. Ни на какое милосердие Пугачева рассчитывать не приходилось. «Его увели». Панин весьма превозносился тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепил. После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Тогда-то благоразумие и покинуло гвардии офицера. Он вспомнил с негодованием, что перед отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу от самой государыни и без особого приглашения с прочими штабы обер-офицерами осмелился сеть. Ужин начался. Вдруг Панин окинув взором сидящих увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами — такая была у него привычка — потом встал и вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал. На другой день, еще до расцвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собирались офицеры. Наконец, Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентой. Он стал ходить по галереи взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взглядом. Долго Державин ждал, и терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако почтением. Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовлетворительный ордер. Беру смелость объясниться. Панин все еще шел. Державин взял его за руку и остановил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой. В кабинете поднялась буря. Все саратовские вины Державина вновь и вновь ему перечислили. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики под обострастием и разом пошел с главных своих козырей лести и простодушек. Это все правда, ваше сиятельство, сказал он. Я виноват пылким моим характером, но неревностную службу. Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке, на покое и из особливой любви к отечеству и приверженности к высочайшей службе всемилостивейшей государыне, приняли на себя в столь опасное время предводить войсками против злейших врагов, не щадя своей жизни. Так так и я, когда все погибло, забыв себя, внушал с комендантой во всех долг присяги к обороне города. Все это с чувствительностью выговорено было. Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верит, что он, Панин, пошел предводить войсками из особливой любви, приверженности, не щадя жизни и прочее. В словах Державина он увидел себя прекрасно. Слезы ручьем покатились из глаз его, а ведь умный был человек. Он сказал, «Садись, мой друг, я твой покровитель». Потом пришли генералы, зашла речь о вчерашней охоте, Панин хвалился, что очень была успешна, потом веселый и бодрый пошел переодеваться, вновь вышел и пригласил всех к обеду. Державина указал место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая все об одном и том же. Как до его, Панина, назначения главнокомандующим, дворянство московское ничего не делало для защиты отечества, а после назначения все делало и ничего уже не жалело. После обеда он пошел отдыхать. У Панина в штабе было, как при дворе. В шесть часов генералы и офицеры опять к нему собирались. Так было и в этот вечер. Увидев Державина, полководец опять к нему устремил. Повествовал о семилетней войне, потом о турецкой, а всего более о том, как он взял Бендеры. При этом пустился в нравоучение, говорил непрестанно и на все лады, что молодым людям во всех делах подобает прежде всего почтительность, а потом практика, главное, практика. Потом он сел играть виск с Голицыным, Михельсоном и еще кем-то. Державин долго смотрел на игру, и вдруг ему стало скучно. Он забыл мгновенно и все благие свои намерения, и только что выслушанный урок о практике. Надобно было ему как можно дольше остаться при памяти, делать вид, что не хочет расстаться с ним, что Потемкин с его секретной комиссией совсем забыл. Вместо того подошел он к графу и доложил, что сейчас едет в Казань к генералу Потемкину, так не будет ли таких поручений. Лицо Панина дернулось с гневом, но он отвернулся и холодно сказал «нет». Державин нажил врага. Когда Пугачев брал Казань, Державинский дом был разграблен. Сама же Фекла Андреевна попала в число тех пленных, которые башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за семь верст от города в лагерь самозван. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой, их отпустили. Нежива, немертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горе. Деревни Державинс и Казанский, и Оренбургские тоже оказались разорены. Дома было уныние, в служебных делах неприятно. Потемкин был не способен на бурный гнев, подобный Панинскому, но он был обижен. Зачем Державинс не перехватил Пугачева у Панина? Зачем объяснение по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную комиссию? Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять. Но к ним вскоре прибавилось еще одно неизгладимое. Между генералом и офицером возникло небольшое любовное соперничество, которым казалось одной прекрасной дамой, офицер предпочитаем был генерал. Потемкин придумал способ избавиться от соперника, приказал опять ехать на Иргиз, искать филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени. Делать нечего. Стал Державин готовиться к отъезду, но в суетах, разъезжая по городу в сильный мороз, был уже ноябрь, он простудился и слег. Он пролежал долго, месяца три. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву. На поиски филарета Панин отправил целые воинские команды. Посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу, несмотря ни на что, велел ехать. В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые, Малыковку и Колонию. Но какая разница? Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова, теперь чуть не ссыльным. Тогда манили его честолюбивые замыслы, теперь от них ничего не осталось. Тогда он был в упоении власти, теперь обречен унизительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела, герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве на Болотной площади упала под топором голова Пугачева. Только в Шавгаузене у немцев все как будто по-прежнему. Тот же радушный, обходительный крейс комиссара Вильгельми, у которого иногда Державин гостил, приезжая сюда по делам или просто отдохнуть в свободные дни. Та же милая фрау Вильгельми, Елена Карловна, для которой Державин в Малыковке закупал муку, там была дешевле. Впрочем, и перемены чувствуют. Понемногу прилежные немцы уже забывают бурные дни Пугачевщины. Но Державину здесь всегда рады по-прежнему. Здесь берегут его уязвленные самолюбия. Здесь он среди друзей. Иногда заходит почтенный Карл Вильмсен, простой колонист, но любитель наук и поэзии. Державин почти все время стал проводить в Шавгаузине. Год назад он здесь начал оду Екатерине, но оборвал. Бросился на выручку Яицкого городка. Досадное воспоминание. Потом, пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду и тоже не кончил, было не до стихов. Теперь на досуге он и скончает. В оде императрицы по-прежнему больше слов, чем мысли. На смерть Бибикова удается лучше. Державин пишет по всем правилам адической страфы, но странные мысли приходят ему. Знак скорби лишает он оду лифы. Потом тяжело точно топором отрубает стопы, громоздит согласные. Ембический женский стих кончает с пандеем. Много еще не дается, он еще не вполне сознает, что делает, собственные влечения неясны ему. Но суровый, глухой, погребальный стих местами звучит уже так, как раньше не звучал он ни у кого. Еще Державинский стих не найдет. Но это уже не Ломоносовский, и в самой поэзии Державина что-то сдвинул. Не показать мое искусство. Я здесь теперь пишу стихи. И рифм в печальном слоге нет здесь. Пускай о том и все узнают. Я сделал мавзолей с ним вечных Из горьких слез моих. Сидит. В верстах семи от колонии в степи тянется параллельно Волге цепь песчаных холмов. Речка Вертуба проворно стекает отсюда к Волге. Немцы зовут ее Вадбах. Самый большой из холмов, всего ближе к Шавгаузену, он носит татарское имя Читалагай. У подножия залегло болото, поросшее высокой травой вроде камыша. На самой горе, на ее плоском песчаном семени, оберегая колонию от набегов, еще недавно стояли пушки. Державин сам их привез сюда, сам выбрал место. Вот и просторный шанс. Построенный четырехугольником, он совсем еще цел. В мыслях Державина Читалагай связан с книгой, недавно взятой Вильмсовым. На заглавном листе без имени автора стоит просто «Разные стихотворения». Это переведенные на немецкий язык стихи Фредриха II. Их французский подлинник вышел тому назад лет пятнадцать под более многозначительным заголовком «Разные стихотворения философа из Сан-Суси». Это дворец Фредриха II вблизи Потсдан. Да то ли ни одна книга не поражала Державина так, как эта. Здесь, подле пустынного Читалагая, на пепелище недавних надежд, таические оды беспечного философа отвечают чувствам Державина и помогают ему разобраться в мысли. В этих стихах он находит и объяснение своему настоящему, и суровые, но возвышенные девизы для будущего. Его величество король прусский, насмешник и острослов, может быть, усмехнулся бы, если бы увидел восторженный пыл дальнего своего поклонника. Но для Державина эти оды сейчас — Евангелие. Кто их автор, он, кажется, еще и не знает. Он выбирает из них четыре и переводит, но с таким жаром, как если бы творил сам. Переводит прозою, потому что боится хоть чем-нибудь погрешить против подлинника. Жизнь есть сон. О, мофтерпи, дрожайший мофтерпи, как мала есть наша жизнь. Лишь только ты родился, как уже рог того дня влечет тебя к разрушающей ночи. Это вы, которые существуете на то, чтобы исчезнуть, это вы стараетесь о славе. Прочь печали, утехи, и вы, любовные восхищения, я вижу нить дней моих уже в руках смерти, имения, достоинства, чести, власти. Вы обманчивы и якобыми. От единого взгляда истины исчезает весь блеск проходящей красоты вашей. Нет на свете ничего надежного. Даже и самые наивеличайшие царства суть игралища непостоянства. Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожении. Тей есть предел нашей жизни. Удрученный горестями, Державин учится взирать на жизнь с высоты. Он переводит другие оды, в которых речь идет, как нарушена о том, что его терзает. Он пострадал от клеветы, и вот ода на клевету. Я узнаю тебя по подлым изворотам лица твоего, варварское порождение зависти. Он наживает сильных врагов, потому что ему не по нраву присмыкаться и льстить. Вот ода на ласкательство. Оно, приседая непрестанно при подножиях трона, фимиамом щиты окружает он и упивает им мужей и царей велики. Личиной учтивости прикрывается присмыкающаяся подлость лживых его потаканий. Восстаньте из упоения вашего государя, князи, мудрецы и гении, и победите слабость вашу, владычественные лавры ваши, делающие поблеклыми. Мужайте, бодрствуйте против ласкателей и разбейте неверное зеркало, сокрывшее перед вами правду. Но ода на постоянство, непоколебимость, душе его ближе всех, многое в ней применяет он к своей участи и извлекает высокие правила для будущего. Во всех наших участях ведают нами. Я вижу Галилея в узах, Медицис с заточением и Карла на месте лобни. Здесь похищенное у тебя счастье возжигает в тебе отмщение. Там, а, неповинное твое сердце, прободают стрелы заяц. Тут изнуряющая скорбь разливает свои страхи на цветущее твое здравие. Сегодня больна жена, завтра мать или брат, или смерть верного друга заставляет тебя проливать слезы. И так в смущенных днях противу всех наветов нордость щит. И когда боязливая подлость исчезает без надежды, тогда крепкий дух мужаться должен. Чуждусь я, овидея, печален, грустен, боязлив, и даже в самой бедности ползающий льстец своего тирана не имеет ничего мужественного в сердце своем. Должно ли заключить из его жалоб, что кроме пышных стен Рима нет нигде надежды смертной? Блажен бы он был, когда бы в своем заключении как Гораций сказать мог «Счастье мое со мною». В Велизарии я более чту в его презрении и в нищете, нежели на лоне его благополучия. Сие же опыт совершенной добродетели, когда сердце в жестокости хрока растет и возвышает. В жизни каждого поэта, если только не суждено ему остаться вечным подражателем, бывает минута, когда полусознанием, полуощущением, но безошибочным, он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, когда то ли они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал, он угадывает ее не умом, скорее сердцем. Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие. Если ее не было, нельзя притворяться, будто она была. Поэт или начинается ею, или не начинается вовсе. После нее все дальнейшее лишь развитие и вынашивание плода. Оно требует и ума, и терпения, и любви. Такая минута посетила Державина весною 1775 года. Начав переводом, Державин перешел к творчеству. Он успел написать лишь две оды на знатность и на великой. В них есть явные отголоски от Фридрихова. Но сильнее отголосков собственный голос Державина. В зеркале, поднесенном рукою Фридриха, Державин впервые увидел свое лицо. Новые дерзкие мысли, пробудясь, повлекли за собою резкие образы и новые, неслыханные и дотоли звуки. Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара ему присущих, гиперболизм и грубость. И с этого мига, быть может, не сознавая того, что делает, начал в себе их вынашивать, обрабатывать. Эти две оды, первые тяжкие камни, которые в жару вдохновения и в трудовом поте, надрываясь, скатил он на теме, читалагая для своего памятника. То, срываясь и падая, то, достигая совершеннейшей точности, то, дико косноязычествуя, Державин карабкается на свой парна. Можно сказать, берет его приступом. Сила его родится от гнева и добродетели. Берегитесь теперь вельможи панины и потемкин. Не той здесь пышности одежд, царей и кукол, что равняет, наружным видом от невежд, чье имя знать и получает, я строю гусли и тимпаны. Не ты, сидящий за кристаллом, в кивоте блещущий металлом, почтен здесь будешь мной, болван. На стогн поставлен, на позор кумир безумно чернь заильщает, но чей в него проникнет взор, кроме пустот не ощущает. Те образ ложные молвы, те образ грязи позлощенной, внемлите князи всей вселенной, татуи бездостоин вы. Другую оду он начинает темными, но величественными словами, в которых призывает к себе великость, величие духа. Он хочет, чтобы она вдохновила его поэзию и сам несет ей свои обеты. Живущие в кругах небес, у существа существ всех сущих, кто свет из вечной тьмы вознес и твердь воздвиг из бездн борющих, черь мудрости, душа богов. На глаз моей звенящей лиры оставь гремящей эфиры и стань среди моих стихов. Светила красная небес, теперь ко мне не наклоняй. Дубравы, птицы, звери, лес, теперь на глаз мой не сбирайтесь, для вас высок сей песней тон. народы, вас к тебе сбираю, великость вам внушать желаю, и вы, цари, оставь строй. Высокий дух через все высоко, всегда он тверд, что не случится, на запад, юг, полнощ, посток готов он вправде ополчиться, пускай сам бог ему грозит, хотя в пыли, хоть на престоле, в благой своей он крепок воле, и в ней по смерти как холм стоит. В таких мыслях он прожил почти три месяца. Конец первой дорожки. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение. Дорожка вторая. Внезапно всем офицерам гвардии приказано было явиться в Москву, и Екатерина торжествовала мир с Турцией. Со своих высот Державин спустился на землю и опромет и кинулся в Москву. Участь его должна была там решить. Заветную немецкую книгу он торопяк забыл вернуть собственнику. Потом по дороге оставил ее в Казани. А через девяносто лет подстенный ученый купил ее там же на рынке со всеми стреками. На заглавном листе старинным почерком было выведено Карл Вильмсен. Князь Щербатов не тот, что временно после смерти Бибикова был главнокомандующим, а другой, герольдмейстер сенатом, известный историческими своими трудами, до такой степени спешил познакомиться с Державиным, что написал свияжскому воеводе Чирикову письмо. «Когда будет приезжать мимо вас некто гвардии офицер Державин, находящийся теперь в вашем крае, то скажите ему от меня, чтобы увиделся со мной в доме моем, когда приедет в Москву». Такое странное приглашение удивило Державина, но и возбудило в нем сильную надежду приобрести покровительство этого высоко стоящего человека. Державин решил побывать из Чербатова непременно. Посещение, однако же, пришлось отложить. Начальство в преображенском полку сменилось. Державин был встречен без всякого внимания. велено было просто числить его при полку, словно вернулся он из отпуска. Это крайне его уязвило. Командовал полком теперь граф Григорий Александрович Потемкин фаворист. Без покровителей добиться его внимания казалось немыслимо. Державин в тот же день бросился к Голицыну и к другим генералам, которые некогда обещали представить его даже прямо к высочайшему кистолу. Куда там? Теперь и смирители Пугачева и победители турок рвали чины награды из рук друг у друга. хлопотать за Державина того и гляди, что свое упустишь. От него отвернули. Тут бы и обратиться за помощью к Щербатову, но на другой день нарядили Державина в дворцовый караул. Преображенцы были одеты в новую щегольскую форму по вкусу Потемкина. Выстроились перед дворцом. Там фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев явился в окне вместе с Потемкиным, который хотел перед ним похвастаться. Рота должна была проходить повзводно. Державин скомандовал «Левый стой, правый заходи». Вместо блестящего захождения вышло одно замешательство. Солдаты не знали, что делать, потому что без Державина введена была новая команда «Право заходи». Потемкин расцвирепел и приказал, когда полк выступит на ходынку в лагерь, нарядить Державина в палочный караул. Сиена и Пачи поразилась и солюбиво его душу. Давно ли в Берина было ему важное поручение? Давно ли через свои сообщения двигал он корпусами? Давно ли хозяйничал в казначействах, соперничал с губернаторами, наводил ужас и карал смертью? А теперь без всякого уважения поставлен в палки, как негодяй. Внезапно над головой Державина разразилась еще одна на буря. Два года тому назад, живя в деревянных покойчиках госпожи Удаловой и водя веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за вертопраха в дворянском банке. В два года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся, теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверхтого, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложные ручательства, а денежное взыскание было обращено на имение его матери. Для старухи это был жесточайший удар. Все, что она с таким трудом собирала больше двадцати лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды. Правительственные войска, шедшие на выручку Оренбурга в числе сорока тысяч подвод, в две недели разорили державенские земли дотла, солдаты съели весь хлеб, забрали солому и сено, уничтожили скот и птицу, пожгли дворы и обобрали крестьян донески, отняв одежду из союзов. За все это в казны причиталось державиным тысяч двадцать пять, но Голицын, в руках которого находилось дело, на силу-то согласился выдать квитанцию на семь тысяч. Словом, беда шла со всех сторон. Только награда за действие против Пугачева могла бы спасти державина. Теперь надобно было ее добиваться не из тщеславия, хоть и тщеславие было больно уколото, но ради пропитания. Вся надежда была на Щербатова. Державин к нему поехал. Историк принял его наиприятнейшим образом. Тотчас объяснилось, и особливое желание князя с ним познакомиться. Вместе с другими бумагами, относящимися к Пугачевщине, получил Щербатов от государини державинские реляции. Историки жадны до документов. Щербатов смекнул, что у державина должно быть еще немало любопытных бумаг и сведений. Он рассыпался в любезности, предлагал даже несколько покоев у себя в доме, не скупился на похвалы. «Но при всем том, прибавил он, вы несчастны. Граф Петр Иванович Панин страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и тому подобное». Теперь державин окончательно понял, откуда идут на него напасть. Он сказал князю, «Когда ваше сиятельство только ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, то и сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях моей всемилостивейшей государства». «Нет, сударь», ответил Щербатов, «я не в силах подать вам какой-либо помощи. Граф Панин ныне при дворе в великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу». «Что же мне делать?» в отчаянии воскликнул державин. «Что вам угодно, я только вам искренней доброжелательной». На этом они расстались. Последняя опора рушилась. Приехав на квартиру, державин захлопнул ставни, сел, задумался, крутые брови его сдвинулись к переносицу, пухлые щеки вздулись, углы широкого рта растянулись еще более и поползли к низу, тяжелый нос покраснел, и лейб гвардии поручик, усмиритель Пугачева, автор стоических от, сиделся на те и плакал. Екатерина купила у князя Кантемира подмосковную деревню «Черные грязи», что впоследствии стало селом Царисиным. Здесь, в маленьком домике о шести всего комнатах, уединялась она с Потемкиным. Утром одиннадцатого июля граф сидел у себя в уборной, его причеркивали. За дверью дежурил камер лакей. Но вот послышался гневный говор, лакей отлетел в сторону, гвардейский офицер вошел в комнату и подал письмо, в котором его заслуги и бедствия были перечислены. «Вот обстоятельства под командой вашего сиятельства служащего офицера. Для чего я обижен перед ровными мне? Дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему, сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший и послушнейший слуга Гавриил Державин». Так заканчивалось сезон. Прочитав, Потемкин сказал, что доложит государине. Прошло несколько дней, и Державин узнал, что приказано его наградить, а как он узнает преображение 6 августа, это был день полкового праздника. 6 августа наступило, офицеры были приглашены на черные грязи к обеду, императрица присутствовала. Державин все ждал, когда будет объявлено о его награждении, да и не дождал. Потерпев еще сколько-то, вновь явился к Потемкину, но, завидев его, верможа вскочил с досадой и вышел вон. Последние деньги меж тем подходили к концу. Маслов Масловский долг висел над душой. Державин со дня на день ждал, что его потянут в суд. Кроме Голицынской квитанции на получение 7 тысяч у него не было ничего. Но, чтобы получить эти деньги, надо было ехать в Петербург. Державин туда отправился, надеясь, кстати, похлопотать, нельзя ли добиться каких-нибудь облегчений по Масловскому делу. В Петербурге выяснилось, что единственная для него надежда попридержать вход дела, покуда придет обещанные награды. Державин стал убивать судейские пороги. Время шло, полученные 7 тысяч таяли. За время Пугачевщины он совсем обносился и растерял все добро свое, пришлось обзаводиться платьем, бельем, экипажем. В отчаянии Державин еще раз писал Потемкину, на сей раз ответа не было ворс. В середине октября за уплату некоторых долгов осталось всего 50 рублей. Как их употребить? Не видно было другого выхода, как только искать счастье старым способом. Семеновского полка капитан Жедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл тысяч восемь. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых сорока тысяч. Фортуна его доплатила то, что недодано было осетин. Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие масловского долга. Этот камень наконец свалился с души державина. Однако будущее не сулило ничего доброго. Державин очутился в обстоятельствах худших, нежели те, от которых некогда кинулся он на усмирение Пугачева. Имения были разорены, госпожи удаловой с ее уютными покойчиками уж не было, среди полкового начальства друзья сменились недругами. Время шло Потемкин успел впасть изъемилась, проблистал с заводовской и вновь укрепился Потемкин. Сменялись фавориты и фавориты фавориты. Двор и полк давно уже вернулись в столицу. Из месяца в месяц перебиваясь единственной карточной игрой, она была уже не так счастлива, как в начале, Державин жил в полном неведении дальнейшей судьбы своей. Полк ему опросили. Теперь он хотел немногого, чтобы его выпустили в армию полковником и наградили хотя бы так, как были награждены другие офицеры из секретной комиссии. Заслуги его были, конечно, выше. Надежда то разгоралась, то меркла. Весы справедливости плясали. На их шаткую чашу одно за другим Державин подкидывал письма, прошения к самой даже императрице. Все было счастлив. Его судьба зависела от Потемкина. Тому было сущности все равно. Он был готов согласиться, но враги Державина его удерживали. Особенно старался некий майор Толстой, с которым Державин поссорился тому назад года Три. Все это тянулось долго и завершилось наконец тем, что Державина, прослужившего в гвардии пятнадцать лет, указом от пятнадцатого февраля тысячи семьсот семьдесят седьмого года выпустили не в армию, а в тактскую службу, объявив его неспособным к военным. Он получил чин коллежского советника и триста душ Белоруссии в Сегерском уезде, ничто по сравнению с наградами, которые были розданы другим офицерам, служившим хуже Державина и сделавшим меньше. На этом закончилась для него Пугачевкина. Как далека была теперь та пора, когда впервые являлся он к Бибикову, мечтая устроить свою будущее. Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы побежденный.